Доброе утро. Еще раз всем. Саша? Да? Сейчас две минуты и мы начинаем. Ну что же, уважаемые коллеги, здравствуйте. Владивосток, все, кто смотрит онлайн. И наши очные студенты, я вас поздравляю. Мы начинаем первый модуль и мы начинаем с физиологии. Для многих это что-то новое, необычное. Кто-то учился в медвузе и, наверное, он что-то будет повторять. Кто не учился в медвузе, для вас это будет что-то такое впервые. Бояться не нужно. Мы начнем с истории, вообще физиологии и основных людей, которые вложили большой вклад в развитие. Ну и ближе к четвертому дню уже мы перейдем к вегетативной системе, высшей нервной деятельности. В общем, все, что вам надо знать для того, чтобы понимать, что такое организм в целом. Я хочу вам представить Владимира Александровича Меркурьева. Это прекрасный специалист, который проведет с вами ближайшие четыре дня. Пожалуйста. Давайте с вами познакомимся. Меня зовут Владимир Меркурьев. Я являюсь специалистом в области физиологии. Ну, как все полагается, да, там кандидат наук, все то, что нужно. Я занимаюсь исследованием нервной системы и работой головного мозга уже, наверное, более 15 лет. Только мы с вами, что называется, с разных сторон подходим. Я ковыряюсь в анатомии, а вы именно с точки зрения психологии, что такое душевные порывы и так далее и тому подобное. И вот здесь хотелось бы сказать пару слов о, наверное, психологии, о том, чем мы с вами будем заниматься. Ну, во-первых, психология – это действительно очень интересное направление в науке. Это даже из университета, я помню. Дело в том, что у нас единственная пара, которая стояла по субботам, это была пара по психологии. И все прекрасно знали, да, что если поставят какую-то другую пару, то на нее никто не пойдет. А на психологию пойдут все, потому что, наверное, желание познать себя и разобраться в себе, оно интересует человека, ну, где-то с начала периода полового созревания. То есть если в период полового созревания ты думаешь, что тебе никто не поможет, ты такой гордый одиночка, который будет со своими мыслями жить до конца жизни, и тебя никто не спасет, да, то уже становясь старше, ты понимаешь, что есть специалисты, которые могут тебе помочь. И тут, конечно, всегда встает вопрос, ну, по крайней мере, для меня этот вопрос всегда очень остро стоял, о фундаментальности подготовки специалиста. Потому что, как вы понимаете, у нас, к сожалению, образование, оно делится на две таких большие группы. Есть те, которые готовят фундаментально, есть те, которых, ну, просто готовят. Вот. И иногда, когда ты начинаешь только свой профессиональный путь, то действительно тебе вроде кажется, что достаточно того, что тебя просто готовят. Но когда ты начинаешь вступать в свою профессиональную деятельность, то здесь ты понимаешь, что не хватает именно какой-то фундаментальности, то есть разобраться. Потому что те же самые клиенты, которые будут к вам приходить, пациенты, которые будут к вам приходить, да, они же бывают разные сами по себе. То есть есть те люди, которые удовлетворятся посылом, что вот у вас все хорошо, и он выходит с мысли, да, у меня все хорошо. То есть такая стопроцентная комплоентность, это вообще идеальный человек, который приходит. А есть те люди, которые, знаете, вот, ну, хотят разобраться, да. И тут ты понимаешь, что нужно самому осознавать, какие изменения происходят внутри организма человека, почему формируется та или иная ситуация. И, в принципе, возможно, даже нужно прибегать к помощи других специалистов, но все равно в данном случае психолог будет своеобразным рулевым, поскольку именно вы будете направлять. Теперь к вопросу, почему вы здесь все собрались, да. Вопрос тоже, на самом деле, очень интересный, и он имеет вполне физиологический ответ. Дело все в том, что, как правило, те люди, которые образовываются, которые ходят на курсы повышения квалификации, которые получают несколько образований, они имеют так называемый, хорошо развитый рефлекс саморазвития. Термин, на самом деле, зародился еще в сфере духовенства в 19 веке, но физиологи поздно, согласен, заинтересовались спустя только 100 лет, что такое саморазвитие. Оказывается, что да, действительно, у нас есть определенный рефлекс саморазвития, и это потребность, которую мы должны с вами удовлетворять. Это своеобразный доминант. Ну, о доминанте мы еще с вами будем вести речь на нашем курсе. Так вот, я очень рад, что здесь присутствуют те люди, которые поддаются этому рефлексу, и которые с удовольствием, соответственно, будут внимать информацию. Но, правда, есть такой момент, о котором упомянул Алексей, что здесь есть люди, которые, может быть, даже с медицинским образованием. И понятно, что курс физиологии, скорее всего, вам читали. Хочется надеяться, что читали. И здесь есть такой, знаете, небольшой подводный камень, тоже имеющий под собой физиологическую базу. У нас, помимо рефлекса саморазвития, есть еще так называемые нейроны, которые отвечают за новое. В чем суть этих нейронов? То есть они с радостью воспринимают новую информацию, и, естественно, мы от этого получаем какое-то удовольствие, какое-то подкрепление, какую-то ажиацию положительную. Так вот, опасность этих нейронов заключается в том, что если вы когда-либо эту информацию слышали, даже кратко, если вы ее слышали, то, соответственно, эти нейроны начинают отключаться. И ваш интерес, он вроде бы притупляется. То есть это как в школе. Я уже это знаю, я уже это видел, поэтому я сейчас на этом заострять внимание не буду. В чем опасность? Опасность заключается в том, что информация никогда не бывает одинаковой. То есть всегда появляется что-то новое, какие-то нюансы, какие-то примеры. И поэтому, если у вас ваши нейроны на новое начнут отключаться у тех людей, которые изучали курс физиологии, то вы старайтесь подкреплять вот этот рефлекс саморазвития, чтобы не упустить те самые важные моменты, которые необходимы. Это прелюдия. Теперь о чем мы будем с вами говорить? Наша с вами задача на протяжении четырех дней, сегодня, завтра и на следующей неделе выходные, познакомиться с организмом человека с физиологической точки зрения. То есть посмотреть, как устроен организм, какие функции выполняют разные системы, какие достаточно типичные нарушения происходят в организме, почему это необходимо знать психологу. Дело все в том, что, еще раз повторю, иногда клиент, а иногда вы сами хотите понять, какие глубинные процессы происходят внутри организма человека, в работе его нервной системы, головного мозга. Потом вы знаете, что очень часто наши клиенты, они приходят не только с какими-то состояниями тревожности, это может быть и соматизация расстройств. То есть маскировка под всевозможные заболевания, и терапевт, он не всегда это может увидеть. Начинается вот это вот блуждание человека по врачам. Вначале к одному запишусь, потом к другому запишусь, потом к третьему. И в конечном счете, что мы видим? Мы видим, что везде написано, что это некое функциональное нарушение, никакой органики не присутствует, поэтому давайте идите дальше к терапевту, и терапевт направляет еще к следующему врачу. Идет вот это вот хождение по мукам, так называемое. Но помощи как таковой человек не получает. Он устраняет симптоматику, то есть вот эти невротические какие-то проявления, соматизацию, то, что проявляется телесно, а психологический корень, он не выкорчевывается. Так вот, задача психолога, опять-таки, на мой взгляд, заключается в том, чтобы вы тоже могли видеть, видеть, где есть некое истинное заболевание, и тогда действительно требуется помощь, а где присутствует какая-то симпатизация или это невротическое проявление. И понятно, что для успокоения клиента вы можете сказать, ну, хочешь, что называется, сходи, проверь, но вот 99%, 100% никто давать гарантию, конечно, не будет, это тело человека, мало там что у него происходит, но 99%, что у тебя этого нет, да, и, соответственно, мы с тобой будем продолжать заниматься тем, чем мы занимаемся, но там параллельно, если хочешь, там можешь сходить и получить подтверждение моим словам. Поэтому вот эта вот база, она как раз-таки расширяет ваши возможности, да, и позволяет вам, ну, более прицельно, что называется, работать с вашим клиентом, экономить его время, хождение к врачам, экономить его ресурсы. Как мы работаем? В принципе, название это школа, да, но я не очень люблю школу в классическом варианте. Я об этом всегда говорю, я говорю об этом и на разных курсах, и студентам в университете, когда начинаю только читать курсы по физиологии, что особенность школ, как правило, это вот сидеть, слушать, внимать, и ни в коем случае не вступать в какой-то конфликт, ты не дай бог критику с преподавателем, потому что иначе тебе поставят двойку, да, тебя заметят, и все будет у тебя крайне плохо в этой жизни, и ты там не закончишь этот курс. Я придерживаюсь все-таки другой концепции, тут я ближе как Павловец, Иван Петрович Павлов. Если есть вопросы, то вы обязательно их задавайте, потому что это неотъемлемая часть обучения, это позволяет, во-первых, вам самим, когда вы задаете вопрос, проанализировать ту информацию, которая поступает в вас, плюс, опять-таки, есть моменты, которые само собой хочется уточнить, и они не всегда ясны, потому что любой преподаватель, он читает свой материал, рассказывает, объясняет его, исходя из своего представления, базы знаний, которые есть у его слушателя. Но мы с вами прекрасно понимаем, что база знаний у всех разная, кто-то действительно с медицинским образованием, может быть, профессор, академик сидит здесь, а кто-то не имеет этого образования. И, естественно, чаша весов немножко не совпадает. Если у вас есть момент стеснения, опять-таки, все мы люди, и психологи – это тоже люди, все, само собой, имеют какой-то свой, так сказать, незакрытый гештальт в каком-то моменте, и вы боитесь задавать вопросы на публику, то, в принципе, у нас есть перерывы, там где-то есть перерывы. Не всегда я соблюдаю перерывы, к сожалению, временные рамки у меня иногда расходятся, поэтому этот момент тоже есть. Но, тем не менее, есть перерывы, когда мы можем с вами пообщаться тет-а-тет. Но я еще раз всегда сторонник того, чтобы были вопросы, вопросов было как можно больше, потому что только тогда мы понимаем, что цель достигнута с точки зрения лектора и с точки зрения человека, который эту информацию получает. Вопросы? Не достигнута никакая цель. Итак, хорошо. С чего мы начнем? Начнем мы действительно с истории. Это очень такой момент интересный. В университете история науки, она всегда вызывала, скажем так, очень много вопросов. Зачем это читается? И тут, видимо, знаете, как с классикой. То есть, когда ты читаешь роман Чернышевского «Что делать?» в школе, в 10-м классе, ты думаешь, ну, какая-то странная муть. Кто-то любит кого-то. Там какой-то любовный треугольник. Кто-то там вообще в какую-то коммуну вступает. Вообще, о чем идет речь? Ты не понимаешь. Когда ты читаешь Обломовы, единственное, что ты выносишь из этого, ну, чем плохо Обломов? Ну, лежит себе и отдыхает. И вот здесь то же самое с историей науки в университете. Когда ты ее читаешь в университете, когда ты ее слушаешь, будучи студентом в университете, то задаешься очень многими вопросами. Вообще, зачем это надо? Ну, вот история какая-то непонятная. Но со временем ты осознаешь, что история, она действительно помогает разобраться, как строилось развитие науки и почему оно строилось по такому принципу. То есть, почему люди вначале вообще считали какие-то, так сказать, психологические нарушения серьезным отклонением. То есть, ну, все, ты псих, и мы с тобой не дружим, мы тебя изолируем, мы тебя выгоняем из племени, потому что ты не такой, как все. Потом история нам показывает, что немножко пересматривается концепция. Опять-таки, у нас еще не так сильно. То есть у нас, если мы говорим про мегаполисы, еще более или менее пойти к психологу, это что-то, ну, да, ты адекватный, ты молодец, ты взялся за ум, и ты решил разобраться в себе, то есть тебе здесь поставят галочку. А если мы отъедем где-нибудь за 300 километров от Москвы в какой-нибудь небольшой город и скажем, что мы пошли к психологу, то нам скажут, что ну, ты что, псих, что ли? Что ты к психологу пошел? Пошел там, выпил, собственно говоря, да, посидел с друзьями, отдохнул и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, мы видим, да, что исторически все равно как-то крен уже меняется и в сторону душевного здоровья, и, в частности, вот в сторону физиологических аспектов. Поэтому начнем мы именно с истории, чтобы проследить, как развивалась именно физиологическая роль знаний в развитии человечества. Итак, что такое физиология? Физиология — это наука, которая изучает механизмы функционирования организма и его взаимодействия с окружающей средой. То есть есть две науки, которые тесно связаны друг с другом. Есть анатомия, которая изучает строение человеческого тела, как оно устроено. По сути, ну, описывает, конечно, функции организма, и мы с вами будем затрагивать анатомические моменты, это без сомнения. Но анатомия, понимаете, это, да простят меня, анатомы, это ремесло, вскрыл, посмотрел, там, положил. А есть физиология. Физиология — это все-таки более творческая наука, потому что ты, конечно, там скрываешь, ты, конечно, смотришь, а дальше ты испытываешь, насколько вот это вот может работать в тех или иных условиях. Для психологов это имеет, на самом деле, очень важное значение, потому что если мы говорим про анатомию, то там есть понятие нормы. Там норма органа по размерам, норма органа по весу. Если там пойдете делать узи, вам скажут, вот у вас норма там такая, это все совпадает. Но если мы берем физиологию, то она в этом плане как-то близка к психологии. Здесь понятие нормы, оно раздвинуто, потому что всегда и здесь, и там, поскольку это все-таки творческие направления науки, присутствуют вопросы у ученых, а что будет, если я сделаю вот так? А вот будет это работать, если так? А если вот так? Поэтому у нас, наверное, очень много НИИ физиологии существует в стране и очень много НИИ психологии, но НИИ анатомии нет, потому что они не любопытные, а мы с вами любопытные. Вот физиология — это то направление, та наука, которая как раз-таки изучает организм в разных его проявлениях, в разных его формах существования. Кто начал впервые изучать физиологию? Ну, конечно, если копаться далеко в историю, то понятно, там мы поговорим и об Аристотеле, который это начинал делать, и о Гиппократии, но это в общих чертах. Нас интересуют такие конкретные личности, которые внесли свой вклад, и о которых мы с вами так или иначе будем говорить на протяжении нашего с вами курса. Итак, первый человек, о котором мы с вами поговорим, это Луиджи Гальвани. Луиджи Гальвани, он работал с лягушками, очень интересные эксперименты у него были, причем совершенно случайно, как все в науке открывается, абсолютно случайно. И вот Луиджи Гальвани, он открыл такое явление, как живое электричество. То есть он увидел, что оказывается, наши с вами мышцы, они могут сокращаться, когда на них накладываются пластинки из разных металлов, то есть там пропускается какой-то ток, электрический ток. Его учения, они распространились достаточно широко, и действительно, даже сейчас мы пользуемся плодами его учения. Не только Гальвани изучал живое электричество, этим занимался еще и такой ученый, как Матеучи. Сейчас мы знаем об этом живом электричестве благодаря Гальвани. Сейчас мы активно, собственно говоря, используем это, например, когда речь идет о восстановительной медицине, касаемо мышечного аппарата. Или вот электрические токи, особо... Разряд электрический. И отведение. Вот если, например, у человека есть нарушения, связанные с подвижностью, опять-таки, примеры, да, такие буду приводить, которые так или иначе встречаются в практике. Наглядный пример, когда у человека какое-то невротическое расстройство, и, естественно, в этот момент начинает что-то отниматься. То есть вот у меня на фоне стресса отнимается рука или отнимается нога. Ну, понятно, когда этот стресс такой острый, то, соответственно, это проходит очень быстро. Грубо говоря, стресс прошел, и ты опять-таки со своей рукой и ногой дружишь долгие годы. Но иногда, если это невротический какой-то момент, внутрилитический конфликт, который нарастает годами, то в конечном счете организм, назовем это так, заигрывается, и эта рука или нога, она начинает все отниматься, 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 и в конечном счете может столкнуться даже с параличом. То есть человек приходит и говорит, а вот у меня не движется рука. И врач, он, конечно, должен обследовать, например, там, хорошо, вот у вас слабая рука, давайте будем исключать, например, болезнь бокового нейрона, там, боковой амиотрофический склероз. А как ты ее исключишь? Ее исключают, опять-таки, физиологи, при помощи отведения электрического тока, есть специальное оборудование, и, соответственно, если все отводится, то, соответственно, ты говоришь, знаете, вот с вашей рукой вообще все в порядке, и с рукой, и с боковыми нейронами в порядке, у вас в порядке с другим, с центральным аспектом, который почему-то вам не дает возможность двигаться. То есть вот эти вот моменты, они очень хорошо применимы в медицине. Электроэнцефалограмма, опять-таки, наверняка слышали о ней, это что? Это, по сути, отведение потенциалов, которые идут в головном мозге. То есть так или иначе, вот эти вот возможности, которые нам предоставил в свое время Гальвани, абсолютно случайно, потому что это действительно было так, что он там чуть ли не высушивал лапки лягушки, и случайно там коснулись металлических пластинок. Вот это вот случайное открытие, оно позволило как раз-таки нам этим пользоваться. Сейчас вот это вот электричество, вот эти разряды, условно говоря, которые есть в нашем организме, они стоят на службе оздоровления, в том числе психологического. Есть в частности такая методика, которая называется нейрофидбэк. Суть в чем? Суть в том, что человек снимается электроэнцефалограмма в реальном времени, и при помощи специальной программы он должен настроить поток своих мыслей таким образом, чтобы вот эти ритмы, которые дает энцефалограф, они изменялись в положительную сторону. И эта методика, она сейчас получила достаточно широкое распространение в Штатах, ей пользуются в Петербурге, тоже активно в отделении психотерапии. И да, у людей есть прогресс. То есть есть те, которые тяжелее это дается, например, если там органическое какое-то нарушение головного мозга, ну понятно, там без прикрытия препаратов никак не обойтись. А какие-то там тревожности, это убирается достаточно легко. Какие-то навязчивые состояния, ну тоже по сути можно убрать. Да. Ну электросудорожная терапия, она там чуть более агрессивная, все-таки там извне. Мы тут изнутри смотрим и пытаемся перестроить свои мысли, условно говоря, как биологическая обратная связь. А электросудорожная терапия, то есть мы подаем разряд извне, это тоже, конечно, помогает иногда мысли привести в порядок и тело. Но это как раз-таки больше о том, что вот второе направление Гальвани электропроводимость тканей. То есть за счет изменения электропроводимости ткани мы с вами можем получить какой-то результат. Если мы говорим про психотерапевтическое лечение, то знаете, ее делают, но на самом деле сейчас от нее все-таки отходят, потому что это достаточно агрессивный процесс. То есть ее применяют в крайне редких случаях. Но иногда и этот момент тоже используется. Понимаете, когда мы говорим про работу нервной системы, и уж тем более говорим про работу головного мозга, то здесь всегда остается больше вопросов, чем ответов. Никогда не знаешь, как среагирует мозг на какую-то терапию, медикаментозную или немедикаментозную. И порой действительно применяются даже какие-то экстремальные способы. Иногда они ошибочны. Вот, например, были в свое время проведены исследования, связанные с лечением зависимости. И в частности, мы будем об этом говорить, и в курсе психофизиологии, который у вас будет еще отдельно читаться, вам тоже об этом скажут. У нас есть определенные отделы головного мозга, которые отвечают за эмоции. И в ходе вот этого терапевтического лечения выжигали, по сути, часть лимбической системы. Человек терял удовольствие от потребления наркотического вещества, от потребления алкоголя. Но в дальнейшем выяснилось, как всегда, вначале сделаем, потом выясняем, в дальнейшем выяснилось, что специфической зоны получения удовольствия от алкоголя и наркотиков нет. Есть в принципе зона удовольствия, условно говоря. И эти люди перестали получать удовольствие от жизни как таковой. А вы знаете, что у нас какая доминанта-то? Мы направлены на получение удовольствия. У нас большая часть эмоциональной сферы направлена на получение положительных эмоций. Они могут быть извращенными. Кто-то любит БДСМ, кто-то любит подвешивание, кто-то пирсинги во всех местах себе ставить. Но так или иначе ты получаешь от этого все равно какое-то удовольствие. А у них оно вообще пропало. Ну и, соответственно, это привело к чему? Ну если вы теряете удовольствие, к чему это приведет? К суициду. То есть вот так экспериментально, к сожалению, выяснилось. Но тогда не знали об этом. Поэтому сейчас, конечно, электростимуляцию делают. Но делают крайне осторожно. И иногда она имеет свои положительные какие-то моменты. Потому что, еще раз говорю, мозг – это очень сложная субстанция. Буквально, наверное, месяц назад я был как раз-таки в НИИ мозга, вот это нашим московском. И там рассматривали изучение крыс под действием определенных препаратов. Ну не суть. В общем, там крысы должны были сделать определенные поведенческие, выполнить определенные поведенческие модели. И по этим моделям с точки зрения психологии оценивались, насколько они здоровы и нездоровы. И, в принципе, некоторые крысы, они выполняли сложные задания, все было хорошо, замечательно. Но потом нужно было проверять, а что там с мозгами-то случилось. И когда уже эти мозги вынимали и отправляли к гистологам, то выяснялась очень интересная ситуация порой, что те крысы, которые идеально выполняли вот эти поведенческие тесты, они по факту не имели уже нормального мозга. То есть вот как они работали – неизвестно. При этом те крысы, которые не могли выполнить тесты, считались списанными, что типа вот у них там дегенерация нервных процессов по полной программе, гистология показала, что их мозг идеален, он здоровый. Вот это и показывает именно относительность и сложность процессов, которые есть в головном мозге. То есть ты не знаешь на самом деле, что как повлияет и как он на самом деле будет работать. То есть мы знаем, как он устроен, мы предполагаем, какие функции, ну а дальше вот, как я говорю, творчество. И в медицине, в психологии это тоже творчество. Опять-таки вы больше меня знаете, что есть разные модели в психологии. И для кого-то работает одна модель, для кого-то работает другая модель. Хотя казалось бы, в принципе у всех два полушария, там корпус с колезом посередине, мужичок позади. С чего вдруг разные модели должны работать? Ну потому что психика это то, что, как говорил Бехтерев, это то, что неосязаемо. И поэтому мы не можем четко сказать, на ком какая модель сработает. Поэтому здесь нужно что? Экспериментировать, миксовать. И никогда не найдется вообще, наверное, в принципе, какой-то универсальной модели, которая будет лечить всех. В этом и заключается творчество психолога. Но чтобы эту модель правильно подбирать и уж совсем какие-то экстремальные деяния не уходить, для этого все равно нужна база из анатомии и физиологии. Потому что, значит, действительно мы там из разряда, как в анекдоте, да? Голова болит, возьми топор. Лучшее средство от головной боли. Хорошо. Следующий ученый, которого мы тоже будем с вами упоминать, это Рене Декарт. В принципе, у нас не так часто его упоминают. Французы они более благодарны, наверное, потому что он француз. У них там даже есть медицинский институт Декарта. Но Декарт в основном в школьной программе преподается как математик. То есть тот человек, который внес в неоценимый вклад развития точных наук. Но на самом деле Декарт внес достаточно серьезный вклад в развитие физиологии. Дело в том, что он как раз-таки изучал рефлексы. То есть это начало изучения рефлекторной деятельности. В дальнейшем у нас с вами рефлекторную деятельность, конечно, активно уже развили наши ученые, родоначальники нашей физиологии. Мы как раз-таки переходим к ним. Сеченов Иван Михайлович, у него даже есть отдельные трактаты, которые называются рефлексы головного мозга. Элементы мысли, где Сеченов излагает, что рефлекторная деятельность, она лежит, можно сказать, в основе всего. В том числе в основе психики. Но тут, правда, такой момент. Дело в том, что мы не должны заковываться только в сеченовскую концепцию. Да, она материальная. Паловская концепция, она материальна. Дело в том, что Сеченов и Палов считали, что действительно все процессы, которые происходят в нашем организме, и процессы, в том числе связанные с мыслительной деятельностью, они осуществляются на уровне рефлексов. И наша мысль, есть рефлекс, то есть все есть рефлекс. И даже есть у них труды, посвященные этому, то есть ответ физиолога-психологам, или кто должен развивать психиатрию и так далее, и тому подобное. Сразу хочу сказать, параллельно существовала другая концепция, другая школа. Это Бехтеревская школа, когда уже Палов был. Бехтерев, конечно, он уже не так корьяно придерживался рефлекторной деятельности. Он говорил, что та же самая мысль, это какие-то моменты, связанные с рефлексом. То есть, грубо говоря, если у вас органическое поражение головного мозга, то, естественно, ваши мысли будут, мягко говоря, отличаться от мысли большинства. Но, тем не менее, сама мысль – это что-то еще и нематериальное. С чем и может работать тот же самый психотерапевт, с чем и может работать психолог. То есть, не всегда какие-то наши деструктивные мысли реально связаны с заболеванием головного мозга. И вы, как психологи, действующие наверняка об этом знаете. Несмотря на то, что человек может считать себя психом. Обычно они так и приходят и говорят, вы знаете, я вот пришел к вам, потому что я псих. У меня вот там какие-то серьезные проблемы, ля-ля-ля, и, наверное, там опухоль головного мозга, или еще там что-то в этом роде, а ты ему объясняешь, нет, скорее всего, нет. Скорее всего, это просто какие-то процессы, в которых мы еще не совсем разобрались, но помочь мы вам все-таки можем. У Сеченова история достаточно интересная в науке. Дело все в том, что он вначале занимался исследованием крови, и, в принципе-то, он должен был сделать много открытий в этой структуре. Но потом он уехал за границу, побродил, так сказать, как тогда было очень модно, по разным лабораториям известных физиологов, и там как раз-таки он уже проникся вот этой вот теорией рефлекторной деятельности, того, как устроен наш головной мозг, и вот эти учения, вот эту вот концепцию он привнес к нам, в нашу страну. И тут, кстати, очень интересный момент о случае, который происходит в жизни. Дело все в том, что сам Сеченов, он достаточно хиленький по здоровью был, но при этом выжил, это плюс один, и неожиданность жизни, как говорится. Второй момент неожиданности заключается в том, что когда он приехал из-за границы, а приехал он просто потому, что у него, ну, как обычно, заканчивались деньги, и он понял, что надо возвращаться на родину, ему предложили место на кафедре в университете. Но дело в том, что для того, чтобы стать профессором физиологии на кафедре, нужно было выдержать экзамен, в том числе по зоологии. А он вообще нисколько был не зоологом. В принципе, он в университете учился, ну, вот, раньше было модно учиться долго в университете, там 10 лет могли люди учиться, 15 лет, как таковых рамок не было, свободные слушатели были. И он этот экзамен завалил. То есть, в принципе, по всем законам его не должны были принять в университет, но его приняли по случаю. Дело все в том, что комиссия, которая принимала экзамены, она пришла к выводу, что мы должны его взять. Почему? Потому что он единственный из преподавателей на кафедре, кто был за границей. И поскольку все наши коллеги, которые сидят здесь, да, они за границей не были и преподают по старым методичкам, то этот молодой человек, он там был, и он явно что-то там видел. И он, по крайней мере, хотя бы что-то может рассказать. И это уже будет своеобразная фишечка нашей кафедры, нашего университета. То есть, вот, опять-таки, да, по всем законам должно было быть по-другому, но вышло так, как вышло. И вот этот вот человек, он действительно попал на кафедру, и там дальше стал развивать вот эту вот рефлекторную деятельность Московской академии. Ну и, собственно говоря, это явилось тем, что мы стали одной из ведущих школ по изучению рефлексов, которые есть в нервной системе. И, кстати, вот о Сеченове, да, если вы читали роман «Что делать?», я не зря его упомянул, когда ты читаешь его в школе, это лица абсолютно посторонние. Но когда ты читаешь биографию Сеченова, то на самом деле один из персонажей этого романа – это Сеченов. Чернышевский, он был приятелем Сеченова, и он описал его, по сути, личную жизнь таким образом. Поэтому если будет время, прочитайте этот роман уже под другой призмой, в виде там нашего знакомого. Еще один ученый, который внес вклад в развитие физиологии, который показал, что на самом деле не только рефлекторные механизмы влияют на жизнедеятельность организма человека, не только какие-то анатомо-физиологические закономерности есть, но на самом деле на наш организм могут влиять еще и дополнительно внешние факторы в виде всевозможных микроорганизмов. И вот этим ученым явился Мечников Илья Ильич. На самом деле у него тоже такая, знаете, очень интересная судьба. Он преподавал в разных местах, в разных университетах, но его преподавание вышло не на очень благоприятные времена. Тогда начинали студенческие бунты, и студенты очень много интересовались политикой. А Мечников, он такой вот человек науки, такой вот кафедральный преподаватель, и вот он больше всех возмущался, что вот, вместо того, чтобы в университетах развивать науку, там все ходят на какие-то демонстрации, какие-то листовки. Но, как вы понимаете, ну не нравится такой человек в коллективе. То есть, ну понимаешь, мы тут занимаемся интересными делами, мы тут вершим судьбы мира, а ты там занимаешься какими-то своими клетками никому не нужными. И в общем его выгоняли из одного университета в другой университет, где он пытался там делать науку, и в конечном счете согнали его туда, на юг к нам, на побережье Черноморское. И там он спокойно уже стал делать то, что он делает. И что он сделал? Дело все в том, что Мечников как раз-таки там и открыл те познания, которые сейчас лежат в основе изучения так называемого неспецифического иммунитета. То есть Мечников стал описывать именно иммунные процессы. Это очень важный момент. Он описал микроорганизмы, он описал, как клетки борются с этими микроорганизмами. Но тут опять-таки сработала наша душа. Понимаете, когда кто-то из наших что-то изобретает, мы всегда говорим, что это ж фигня какая-то. Но это же у нас изобрели, а не за границей. И в целом это на самом деле проблема. Даже когда человек хочет получить какое-то образование, молодой человек, которого воспитывали люди 90-х годов или 80-х годов, то такое клише, что за границей все самое лучшее. Вот я накоплю деньги, лучше закончу какие-нибудь курсы за границей, нежели здесь. Но на самом деле это не так. У нас очень много чего интересного. И вот один из них это Мечников был в свое время. Но поскольку он свой и что-то там где-то там на юге России сделал, оно мало кого интересовало. Мало кого, кроме иностранцев, им очень заинтересовался Луи Пастер. Наверняка вы слышали о нем. Опять-таки пастеризованное молоко. В Париже есть институт Луи Пастера. Я всем рекомендую его посетить, если вы там будете. Очень интересное заведение. И он пригласил его туда, поскольку Пастер занимался как раз-таки иммунитетом. И в конечном счете за короткий период времени Мечников стал правой рукой Пастера. Естественно, после того, как он стал писать свои труды из-за границы, из Франции, которые ему боготворили к тому моменту, то есть в хруст французской булке, как поется в песне, то тогда все уже заговорили, что вот это вообще-то Мечников. Это вообще-то наш ученый. Но, правда, наш ученый уже давно жил там, и скончался он там. Но, тем не менее, да, действительно, только после этого им заинтересовались, и теория иммунитета, она стала в нашей стране развиваться интенсивно. Был даже культ в начале 20 века на простоквашу. Просто Мечников, да, он очень ее любил, описывал полезные свойства, вот эта микрофлора кишечника, вот прям отдельный культ. Просто вот даже была поговорка, что русский человек заканчивает вечер пятницы с Менделеевым, а утро субботы встречается с Мечниковым. То есть вечер пятницы мы пьем, а утро субботы мы с вами опохмеляемся вот этой вот простоквашей. А Мечниковыми тоже с вами будем вести речь, поскольку иммунитет, он теперь выведен как в отдельную даже систему организма, и для нас она будет играть, наверное, даже ключевую роль, когда речь пойдет о сильном нервном перегрузе, потому что в первую очередь под действием стресса, как вы знаете, начинает страдать иммунная система. Там очень сложные физиологические механизмы, мы с вами их пройдем, там прям вот реально вот этот кортизол несчастный просто убивает клетки иммунной системы, поэтому на фоне стресса человек так и заболевает быстро. Наши клиенты не всегда это осознают, они говорят, тут вы знаете, какая-то странная проблема, вот у меня на работе вот какой-то, я не знаю, аврал, я вот прям мобилизуюсь, и все хорошо. Но как только аврал проходит, я заболеваю, и так каждый раз. Ну, там есть определенная логика, как только ты поймешь, почему у тебя такая ситуация, почему так реагируешь на аврал, так сразу у тебя пройдут вот эти заболевания. Иногда вот людям нужно дать вот эту вот физиологическую подсказку. Следующий ученый, они в хронологических проспоследовательствах идут, это Павлов Иван Петрович. Ну, я думаю, о Павлове известно всем. Известна вот эта вот несчастная собака Павлова, о которой все говорят, на самом деле он сделал очень много открытий. Это в основном, конечно, рефлекторная деятельность. Само собой, мы гордимся, что это наш Нобелевский лауреат. Я отдельно горжусь, что я как раз-таки и защищался, и писал диссертацию в Институте физиологии Павлова в Петербурге. Но это действительно ученый высочайшего класса. И суть в чем? Суть в том, что, тут пару слов о его личности скажу, коль я всех прохожусь, чтобы его не обделить. Он был очень интересный по своей натуре, показывающий некие контрасты. То есть, с одной стороны, он был очень интеллигентным, с другой стороны, он был очень эмоциональным. То есть, он действительно как-то не сдерживал себя в словах, и порой это были маты, крики в лаборатории для новичков. Это было крайне удивительно, потому что считали, но ведь это же как бы ученый. Но в первую очередь это что? Это человек, который имеет свой эмоциональный фон. Но у Павлова была очень интересная привычка. Он брал в лаборатории всех, кто был готов работать. Причем, неважно, были ли у вас знания по физиологии, или не было у вас знаний по физиологии. Если вы хотите работать, он вас возьмет. И он это делал по двум причинам. Причина номер один, потому что, во-первых, для каждого найдется работа. А вторая причина, а вдруг вот именно вот этот человек принесет что-то новое, что мы с вами не заметили. И вот это очень важная концепция. Это как раз-таки вот эти нейроны нового и нейроны саморазвития, рефлекс саморазвития, о котором мы с вами говорили в самом начале. То есть никогда не стоит отметать какие-то мысли, которые до вас кто-то доносит, просто потому что вам кажется, что они могут быть какими-то бритовыми. Нет, ну, конечно, есть действительно понятие бред в психиатрии. Тут уж понятно, эти мысли принимать всерьез не стоит, как это у Чехова. По-моему, палата номер шесть, когда сам врач в итоге стал пациентом. Но суть в чем? Суть в том, что всегда есть какое-то зерно, за которое можно зацепиться и которое можно привнести вот вам как специалистам свою практику. Правда, у Павлова была еще одна черта, на которую он настаивал, которая необходима для людей, которые занимаются наукой и творчеством. Вы, по сути, будете заниматься и тем, и другим, потому что вы будете исследовать человека, и вы будете, скажем так, стараться как-то изменить работу человека разными подходами. Так вот, если какая-то концепция не работает, то от нее нужно что? Смело отказываться. Как бы вы ее не любили, но нужно отказываться переключаться на другое. То есть основная заслуга умного человека не в том, что он не ошибается, а в том, что он может смириться с тем, что он ошибся, и двигаться дальше. И даже когда вы будете работать с вашими клиентами, понятно, что не всегда выбранная модель, она может сработать на начальном этапе, потому что по мере узнавания клиента вы будете, собственно говоря, смотреть, что да, вот это немножко не то, что было в самом начале. Следовательно, здесь вот нужно иметь вот эту вот взрослость, да, и возможно даже, если клиент спросит, а почему мы там поменяли направление, сказать, что да, вот изменились обстоятельства, и в ходе этих обстоятельств изменяется наша с вами форма там лечения. Вначале у нас была там какая-нибудь гештальтерапия, а потом позитивная терапия, да, а потом вот если не пошло, ну вот там на электростимуляцию я вас отправлю, да, чтобы уж точно там вот железобетонно было. Но если там не пойдет, ну посмотрим, что им бы другое там найдется к этому времени. Знаете, всегда есть надежда. У меня есть один хороший друг, он психотерапевт, причем один из лучших психотерапевтов Петербурга, и мы с ним беседовали по поводу того, вот, когда есть надежда на то, что твой мозг будет продолжать функционировать. И пришли к выводу, что пока жив хотя бы один нейрон, надежда будет жива, да, что вот хотя бы один нейрон, обладающий пластичностью, мы с вами имеем надежду иметь хоть какой-то вот вид деятельности, сохранить. С Павловым в одно время существовал еще один ученый, и он вам тоже наверняка известен, это Бехтерев Владимир Михайлович. Они с Павловым периодически оппонировались. Дело в том, что они как раз-таки были в разных лагерях. То есть Павлов, он был таким жестким материализмом, приверженцем сеченской теории, как я вам говорил, именно рефлекторной деятельности. А Бехтерев, поскольку он психиатр, видите, психолог, психотерапевт, он уже был более осторожен, потому что Павлов, он занимался в основном животными, да, и понятно, он изучал высшую нервную деятельность в основном животных и применял это к человеку, то есть он сравнивал. А Бехтерев, он все-таки занимался с человеком. И человек — это создание, опять-таки, для эволюционистов и для креационистов, это создание высшее, ну и в принципе, да, высшее, у нас все немножко сложнее. Наша психика, она сложнее устроена, и от этого мы, кстати, страдаем тревожностью, да, если бы устроена была бы проще, жизнь была бы гораздо проще, но тогда бы и зарплаты у нас бы не было, да, с вами, если бы все жили просто и счастливо. Но, тем не менее, устроена немного сложнее, чем просто рефлекторная деятельность. И вот Бехтерев, он постоянно оппонировал, более того, есть историческое свидетельство, когда, выиграв карты, Бехтерев доводил Павлова. Ну, опять-таки, я вам говорю, что Павлов, он такого достаточно взрывного темперамента был человек, а Бехтерев, ну, даже по лицу видно, очень спокойный. И в спорах, понятно, Бехтерев, он брал своим спокойствием, а Павлов пытался как-то отыграться своими эмоциями. Но, тем не менее, Бехтерев, он показал, что мозг человека, что психика – это более нечто сложное, более деликатное, чем просто электрические импульсы, которые проходят в голове, то, что там мы говорили, да, электропроводимость, вот это вот возбуждение, что это сложнее, чем рефлексы обычные, и с этим нужно работать деликатно и реально изменяя какие-то модели. Понятно, что Бехтерев не отрицал физиологию ни в коем случае. В конечном счете он задавался вопросом, почему пациенты, которые получают положительный результат здесь и сейчас, через три дня получают откат. То есть это его волновало. И там, как оказалось, все-таки физиологический момент. Понятно, что если мы с вами будем говорить о характере человека, о его моделях мыслей, то здесь тоже мы коснемся процесса, в конечном счете, рефлекса. То есть мы знаем, что характер – это не железобетонная какая-то структура, что это набор каких-то привычек. И эти привычки, вот эти внутренние механизмы, внутренние рефлексы мы можем с вами менять. И есть в этом физиологическая подоплека. Там в дальнейшем открыли акциональные шипики, проростки и так далее. И там подобно. Об этом мы с вами будем говорить. Как раз-таки сегодня затронем эту тему. Но, тем не менее, все-таки концепция Бехтерева сводилась еще к тому, что человек – это более сложная субстанция, его психика. И не всегда мы можем четко спрогнозировать, зная какие-то физиологические механизмы, что будет в дальнейшем. Вы это тоже знаете. Кто-то из вас, если вы имеете медицинское образование, вы сталкивались с тем, что можете назначать, и иногда приходится назначать какие-то психотропные препараты или ноотропные препараты. И, как вы знаете, на разных людей один и тот же препарат может иметь совершенно разное воздействие. Хотя, казалось бы, два здоровых мозга, имеющие одну и ту же проблему, там, я не знаю, какую-нибудь тревожность, наиболее распространенное состояние. Но, тем не менее, препараты имеют разный механизм действия. И вот здесь отчасти физиология может дать ответ, потому что мы уже, собственно говоря, нашли какие-то инструментальные моменты. А отчасти, ну вот мы не можем. Не можем объяснить ни клиенту, ни фармацевты, ни физиологи не могут объяснить, почему вот такая вот реакция. Казалось бы, даже препарат может быть абсолютно безобидным. Вот эти моменты, они существуют, и вот Бехтерев на них акцентировал внимание. Следующий ученый, о котором мы с вами поговорим, это Ухтамский Алексей Алексеевич. Его учениями мы тоже будем пользоваться в нашей теоретической части обучения, и вы будете пользоваться вашей практической деятельностью. Дело все в том, что основная заслуга Ухтамского, там очень много чего он сделал, но это учение о доминанте. О доминанте. Что такое доминанта? Доминанта – это очаг возбуждения, и если мы рассматриваем его с точки зрения психолого-физиологического аспекта, то это не просто очаг возбуждения в нервной системе, где вот там, собственно говоря, сосредоточено большое количество нервных связей, и прорастают вот эти вот отростки, акциональные шипики образуются. Этот очаг, он завоевывает наши мысли, и мы должны вот эту вот доминанту удовлетворить. И понимаете, если мы говорим про здорового человека, человек, который не имеет проблем, давайте здоровье не будем все-таки поменять, потому что здоровье – понятие относительное, вот если у человека нет никаких проблем, то вот эти доминанты, они сменяемы, легко удовлетворяемы, а если мы говорим о человеке, у которого есть проблемы, то, к сожалению, вот эти доминанты, они вот в классическом варианте ухтомского, то есть они начинают полностью завоевывать вас, и тут вы ничего не сделаете. Вы должны эту доминанту удовлетворить, либо эту доминанту заменить какой-то другой доминантой, либо слишком долго ждать, пока эта доминанта угаснет. На самом деле это очень сложно. Вы понимаете, что доминанты бывают разные. Например, навязчивое состояние. Но это как очаг доминанты, то есть человек, он, собственно говоря, погружен в это. Или какая-то тревожность. Все, он закрутил вот этот маховик, и порой действительно ты говоришь, вам нужно быстро научиться переключаться. То есть вы чувствуете, что вас накатывает, вот этот вот привычный ваш очаг возбуждения, и срочно нужно как-то переключаться, если вы понимаете, что вы там не можете с этим в ближайшее время потом справиться. Вот это очень важный момент, который лег как раз-таки в основу изучения и психотерапевтических методик, и психологических методик. И об этом, конечно, мы с вами тоже будем говорить в рамках нервной системы. Ну и последний ученый, о котором мы упомянем, как в отдельном историческом блоке, это Анохин Петр Кузьмич. Дело все в том, что Анохин, если так можно выразиться, усовершенствовал то, что развивал Павлов. То есть Павловская теория – это рефлекторная теория регулирования работы организма. То есть все есть рефлекс. Анохин, он же подошел немножко с другой стороны. То есть он изучил рефлексы, само собой, он изучил модели и Павлова, и Бехтерева. И в итоге он создал системную теорию. То есть у нас момент заключается не в том, что все есть рефлекс, а у нас управление организма идет за счет функционирования систем. И мы с вами будем изучать теорию Анохина. Как раз-таки мы ее рассмотрим в концепции развития стресса, как функциональные системы реагируют на какой-то раздражитель. И если все хорошо, то мы тогда получаем положительный результат. А если плохо, то вот эта теория функциональных систем, она как раз-таки ярко показывает, как человек может войти в состояние дистресса. Ну и, соответственно, в результате этого получить уже серьезные какие-то проблемы в состоянии психики и в том числе физического здоровья, которые придется потом нам разруливать. Вопросы? Никаких? Да, есть. Вопросы есть? Я хотел вас спросить по поводу функционов. Что касается вот этого самого гумината, оно возникает именно в составе? Нет, дело все в том, что смотрите, поведенческий уровень регуляции, он в принципе характерен для корковой структуры, но не чисто во фронтальной коре, потому что у детей, например, фронтальная кора, она не особо развита, когда они еще малыши. Но при этом понятие доминанта, очага доминанта у них уже существует. То есть это не то, что прямо какой-то локальный участок, это взаимодействие определенных цепочек, которые побуждают себя к ряду действий. Та же самая двигательная реакция, то есть если вы хотите что-то сделать, как вы понимаете, там будет задействована и двигательная кора, и ассоциативные зоны, и базальные ядра, и мозжечок. То есть фронтальная кора, она будет являться как у взрослого одной из тех, кто будет запускать этот процесс, потому что, скажем так, мы можем анализировать, мы можем как-то программировать это, но не только она будет являться источником доминанта. То есть по сути весь мозг те отделы, которые, понимаете, доминанты сейчас скажу, просто есть доминанты, которые психологические, а есть доминанты, которые физиологические. То есть витальные потребности, например. И вот эта вот витальная потребность, она уже будет в меньшей степени зависеть от психологического аспекта. То есть если вы хотите поесть, то вы, собственно говоря, понятно, придерживаетесь витальной потребности, как это делает, например, та же самая лягушка. Вот он, момент образования доминантного состояния. А если вы хотите, например, я не знаю, в себя кого-то влюбить, то это уже психологические аспекты. Понятно, что это уже высшее отдел, то есть это так называемый человеческий мозг, а не рептилоидный, который за это будет отвечать. Так что здесь мы будем разделять. Но если касаться вашей сферы деятельности, то здесь это, конечно, корковые структуры, потому что у нас-то в основном клиенты, понятно, приходят не с витальными потребностями какими-то, а те, которые искажены через психику. Потому что вот эта вот кора, она чем плоха? То есть хороша она тем, что она относится к неокортексу, к новому образованию, она более свежая, но она очень сложная по своей структуре, и она часто дает нарушения. Если с витальными доминантами еще все более или менее понятно, ты их удовлетворяешь, и все хорошо, все замечательно, то вот что делать вот с этими, тут проблема. И вот конкретно в вашей сфере, да, это те доминанты, которые зарождаются в ней. Но в целом это доминанты, это понятие, очаг возбуждения, который нужно удовлетворить, и там могут быть витальные потребности. Витальные потребности… А есть микрофон, да? Что относится к витальным потребностям? Витальные потребности – это потребности, которые необходимы для удовлетворения жизни своей. То есть, грубо говоря, это поесть, попить. И вот как раз-таки на примере витальных потребностей и обнаружили вот этот рефлекс саморазвития. То есть, животным, крысам… Ну, крысы это начали изучать активно. Им предлагали еду, воду, то есть это такие базовые витальные потребности, и коробочку, которая закрыта ширмой. И вот голодные животные, они в основном выбирали коробочку с ширмой, потому что у них срабатывало любопытство, а что же там дальше? Там интересно, да, вот это вот саморазвитие, вот это вот витальные потребности. И вот здесь как раз-таки мы уже говорим о доминанте, которая характерна для коры головного мозга. То есть она подавила витальные потребности. Дело все в том, что мы ими можем управлять. В частности, те же самые рептилоидные мозги, то есть там лягушка, она не будет на это реагировать, потому что ее вот кора головного мозга, она не особо развитая, и, соответственно, там никакого любопытства не будет, она будет только на этих витальных потребностях, поэтому ее доминанта, она будет вот чисто удовлетворена, и никаких проблем не будет. Чем более развит мозг животного, тем, собственно говоря, больше вклад будет носить уже в подавлении витальных потребностей вот этот психологический аспект. И мы это наблюдаем, потому что вот, опять-таки, как вы знаете, там есть разный опрос, даже лучше, чем я вы это знаете, там большой опросник депрессии, и там как раз-таки спрашивается об этих витальных потребностях. То есть изменился ли у вас аппетит, изменилась ли у вас либидо, потерялся ли у вас там, или снизилось качество сна, или началась бессонница. То есть это то, что жизненно необходимо. И если мы говорим о том, что да, вот у меня там все это плохо, у меня нарушилось пищевое поведение, у меня бессонница, я там вообще никого не хочу, и себя даже не хочу уже, то тогда мы говорим о чем? О том, что да, здесь доминанта явно сместилась уже в сторону коры. То есть витальные потребности, они уже заглушились. Вопрос? Я просто буквально вчера проходила тему функциональных систем, и у нас это было так, по ученым я хотела уточнить. Нам сказали, что вот есть Анохин, у него такая достаточно там базовая модель функциональных систем, и у нас сделали очень сильный акцент на Лурии, и у нас там прям целая лекция была, пересмотр Лурии, там пересмотр синдрома, симптома, локализации. И вот у меня вопрос, мы будем именно Анохина проходить? Мы будем проходить по Анохиновской системе, поскольку она идет базовая. Далее, когда у вас будет еще курс по психофизиологии, там будут моменты уточнения, потому что Анохиновская система стресса, вот именно мы ее будем касаться, она все-таки в московской школе физиологии и в петербургской школе физиологии является сейчас одной из господствующих. Лурию, само собой, тоже изучают, но еще раз говорю, у вас в психофизиологии, там будет как идти дополнение. Это вообще, знаете, как раз-таки к разговору о школах. Я вам даже так могу сказать, у нас разные школы по рефлексам. То есть есть школы, которая Павловская, есть школы, которая Сеченская, есть школы, которая Ухтомского. То есть это о вопросе приоритета, но на самом деле, как я говорю, в любой науке есть одна проблема — это систематика. И когда ты начинаешь ковыряться в систематических понятиях, уж тем более в понятиях определения, то здесь, к сожалению, ты сталкиваешься с неким вот этим вот моментом несостыковки и за тобой стоит право выбора, вот как за вами сейчас право выбора. То есть что мне, вот то, что там было или то, что здесь будет. И тут как раз-таки упомянутое мною ранее то, что нужно взять из этого то, что, как вам кажется, является более рабочей моделью и использовать ее. Потому что на самом деле идеальной концепции, к сожалению, удовлетворяющей на данный момент того, как работает организм с точки зрения физиологии, ну, наверное, мы не получим. То есть вот эта теория анохиновская, она вот через призму анохиной, да, есть ее приверженцы, теория паловая, она вот через призму паловой, и да, есть там доказательства, есть те, кто вот там Бехтерев тот же самый с ним вступал в какие-то конфронтации. Так что здесь это неизбежно просто. Мы будем говорить о банохине, о психофизиологии, там еще, по сути, вам Илья, Мартынов, он скажет, а то и концепция. Там вопрос, да? Так, а кататония тоже связана с электрическими явлениями, но по факту это все, конечно, связано с электрическими явлениями, которые происходят в нашей нервной системе. Единственное, что тут не нужно понимать в буквальном смысле, что у нас идут какие-то электрические разряды. То есть это вот мы сегодня будем затрагивать. Это процессы, связанные с передачей возбуждения при помощи либо химических каких-то раздражителей, либо токов ионов. Мы сегодня это будем разбирать. Там развитие потенциала действия и так далее и подобное. Но так или иначе, да, это связано как раз-таки с изменениями ионных балансов или медиаторных балансов, которые в конечном счете принято называть процессами возбуждения в нервном мышечном аппарате. Так, еще вопросы? Можно еще вопрос? Скажите, пожалуйста, а сколько доминант одновременно могут существовать в организме? Ну вот, допустим, одномоментно. Ну особенность доминанта, конечно, в том, что качественно одна. То есть если у вас есть желание, грубо говоря, заняться сексом, поесть и поспать, то вы выберете, скорее всего, поспать. Да? Ну, опять-таки, в зависимости от возраста, потому что в каком-то возрасте вы выберете заняться сексом, да? А в более мудром возрасте вы выберете поесть, а потом лечь поспать, да? Собственно говоря, секс никуда не убежит, да, что называется. Так что, нет, вы все равно будете расставлять приоритет. И на самом деле, когда у вас доминант будет несколько, я сейчас залезу немножко, наверное, все-таки не в свою профессиональную сферу, но тем не менее, как я это вижу, свою какую-то мысль донесу, сугубо субъективную, но тем не менее, что как раз-таки проблема внутриличественного конфликта и заключается в том, что у вас есть две доминанты, которую вы не можете определить как ведущую какую-то одну из них. И в результате этого вы не знаете, что вам делать. То есть, понимаете, плюс доминанты в том, что вот она есть, вы ее удовлетворяете. То есть, нет, понятно, есть какие-то другие параллельные, которые, ну, не мешают основной. Ну, вот основная здесь сейчас такая. Но если у вас вступает какой-то конфликт, то тогда мы говорим уже о состоянии невроза. Когда вот человек, грубо говоря, вот пример я вот привожу, один такой хороший из практики. Он очень наглядный. Когда женщина поступила в отделение неврологии с параллечом ноги. И ее в итоге лечили от этого параллеча, ну, как я сказал, с физиологической точки зрения, все было чисто, то есть проведение работало, никаких грыж нет, то есть порезов нет. Нормальная женщина, то есть, что называется, встань и иди, что ты лежишь. Но она не может, то есть, ну, все, нога парализована, как я пойду? Ну, и понятно, там, к психотерапевту начинается разборка полетов, и выясняются очень пикантные подробности, что, оказывается, у этой женщины паралич, он сформировался после конкретного этапа в ее жизни, когда она повстречала свою, ну, можно так сказать, страсть любовника. И, соответственно, повстреча своего любовника, она создала себе вторую доминанту. То есть у нее был доминант муж, такой вроде хороший, вроде бы любимый, вроде бы все хорошо и замечательно с ним было. И вторая доминанта – страсть. И вот у нее пошла ситуация удовлетворять свои какие-то потребности, которые были до этого, и все хорошо, либо же вот окунуться вот в этот очаг страсти. Но тогда что? Ну, нужно уходить от мужа. И она не могла разорваться, кого выбрать, любовника или мужа. И вот этот внутривилищественный конфликт, он вылез через физиологию. У нее парализовала ногу. Стоит ли говорить, какая нога? Левая. Левая, чтобы она не ходила налево. То есть, когда вот… Ну, понятно, потому что, опять-таки, мы же как мыслим… Когда вот люди даже говорят, вот мне приснился веще сон. Ну, хорошо, там, что веще сон? У меня там выпал зуб с кровью. Хорошо, почему ты считаешь, что веще сон? Ну, как, все же говорят, еще в детстве, да, что если зуб с кровью выпадает, это умирает у тебя очень близкий человек. Понимаешь, дело все в том, что это не веще сон, это просто некая модель, которую сформировали у тебя еще в детстве. И вот мы обычно в простонародье говорим «ходить налево». И понятно, что мозг, он стал искать выход из ситуации. Ну, подруга моя, ты тратишь ресурсы на выбор, какая доминанта у тебя рабочая должна быть. Соответственно, давай мы сделаем паузу с тобой. Мы вот парализуем тебе ногу. То есть вот и объясняешь ей, что ваша парализованная нога, она дает вам выход. Какой? Элементарный. Ушел у меня, да? Элементарный. То есть… Коллеги, очень-очень грамотный пример. Вот как раз про доминанта. Спасибо большое. Вот у нас будет из Санкт-Петербурга прекрасный Сергей Александрович Подсадный. Он очень наглядно покажет вам то, что реализирует наш автор и то, что, собственно говоря, мы разбираем с вами так много. То есть внутренний личностный конфликт это не что иное, как борьба двух одинаковых доминантов одинаковых по значимости. И вот это вот непонимание, что для вас значимо, это и есть тот самый невроз. Но вот Александр Сергей Александрович Подсадный, вам это все очень наглядно и с красками, с ногами налево, с неукротимой рвотой от… Не буду говорить чего, но, в общем, вы это все услышите. Спасибо большое. Очень здорово. То есть вот это, да, ну, как я говорю, да, это не моя сфера, но вот пример наглядный как раз-таки, когда две доминанты начинают конфликтовать с друг с другом. И у этой женщины выход-то какой? Либо муж будет за мной ухаживать, он меня любит, значит, я выберу эту доминанту, либо он меня бросит, коль я паралитик, значит, я выберу другую доминанту. Но это уже вот именно психотерапевтический момент, это уже не моя стезя. Но пример вот как раз-таки того, что доминанта, какая-то основная, она должна быть именно одна, и вы должны ее либо удовлетворять, либо просто заменять. Но если существует две, которые прямо вот еще вступают в конфликт, то это проблема. Это проблема. Еще один вопрос буквально. Вот с точки зрения психиатрии, эпилепсия – это именно огромное количество доминантов в головном мозге, с которым мозг не справляется. С физиологической точки зрения, как это вот можно… А по сути, с физиологической точки зрения, это хаотичный масштабный очаг возбуждения. Мы с вами сегодня будем говорить о как раз-таки потенциале действия, возбуждении, но мы упомянем торможение. Еще одно открытие, которое было сделано Сеченовым. И по большей части наш мозг, вот мы всегда говорим, он должен работать там на 100%, элементов выкладываться и, собственно говоря, генерировать какие-то идеи, но это не так, потому что очень много чего должно притормаживаться. Если оно не будет притормаживаться, то, к сожалению, там разовьется катастрофа. И как раз-таки вот этот эпилептический момент – это отсутствие нормального торможения в нервной системе. То есть идут, по сути, один очаг, второй, третий, они суммируются, и вот эта активность головного мозга настолько повышается до предела, что в конечном счете действительно организм отключается, поскольку он не может затормозить никакие процессы, никакие процессы возбуждения, и начинается и спазм мускулатуры, то есть работает все. Это не только психический момент, но это и гладкая мускулатура начинает изменять функционал под действием нервной системы, и скелетная мускулатура. И вот с моментами торможения, о них мы упомянем, с точки зрения физиологии, это тоже вопрос психологии, психотерапии, потому что с ними тоже надо работать, там есть разница, даже в том моменте, у кого это больше проявляется, вот именно в плане, за единицу времени, процессов возбуждения, у кого меньше, эта разница в основном гендерная, у женщин больше, потому что, как известно, женский мозг меньше, но связей больше, а чем больше связей, тем больше мыслей в голове, условно говоря, тем больше тревожность. и эволюционно-то это вроде было бы обоснованно, если бы мы жили еще там 4000 лет назад, или там даже 2000 лет назад, когда ты действительно думаешь о том, что вот там, как растить тебе ребенка, в каких условиях, там вдруг погибнет твой муж в глубокой старости, в 30 лет, от укуса медведя какого-нибудь, от тебя замуж никто не возьмет, а вот сейчас вот эти вот связи, они больше мешают, потому что условия-то созданы практически идеальные, связи много, возбуждений много, и поэтому удовлетворенности как таковой мало. И получается, что женщина, она вот в отличие от мужчин, мужчина тоже этим сейчас страдает, но не так, как женщина, женщина в отличие от мужчин, с физиологической точки зрения, более тревожное создание, более беспокойное. То есть, если мужчина нормально, когда нормально, то женщину беспокоит, когда нормально. Вот нехорошо, надо что-то вот создать в проблему, а потом эту проблему обязательно решать, иначе просто-напросто вот эти вот связи, ну куда им деться? И как я всегда привожу пример, наглядный, вот если мы, скажем, мужчине закрыть здесь ребенка, чтобы ребенок был в безопасности, мужчина что, выйдет, закроет, наключит дверь, потому что наш мозг, он, ну вот, меньше связи все-таки имеет, мы однозадачны в этом вопросе. А женщина нет, она скажет, ну что ты, провода, окна, то-се, пятое-десятое, то есть вот все, вот пошел вот этот вот поиск информации, и опять-таки, это не моя стезя измена, да, в плане изучения, ну и так, в плане тоже, да, конечно, что ж под запись идет, не дай бог, да, соответственно, вам хи-хи-ха-ха, так жизнь ломается у людей, между прочим, знаете, эти камеры фотофиксации, сторис в инстаграм, и так далее, так вот, получается, что тоже так смотришь на некоторых, изменяет, и вот начинаешь беседовать, а почему изменяет, ну потому что, мне кажется, что он меня не любит, или мне просто стало скучно, мне кажется, что стало меньше страсти, вы 20 лет вместе, какая страсть, вы уже там в туалет ходите вместе, да, то есть, ну понятно, там, конечно, страсть она может быть, но не такая, как здесь 15 лет назад, и почему, потому что, ну нормально, а вот не нравится, когда нормально, нравится, когда вот что-то вот, вот такое, вот такое, да, что-то было, поэтому здесь вот очаги возбуждения, они тоже, конечно, вот разнятся, да, у мужчин там, как мозг активируется, с точки зрения физиологии, и у женщин, тут немножко по-разному, и поэтому мы получаем вот эту вот картину, что женщина там засыпает, говорит, что-то мне тревожно, вообще такой до спи давай уже, все нормально, и начинается, вот, ты меня не ценишь, ты меня не любишь, ты не переживаешь, ну да, потому что у меня нет таких связей, как у тебя, к счастью, еще какие вопросы, нет, хорошо, так, там какой-то вопрос еще висит, да, возможно, забегая наперед, спрашивает Сергей, ну интересно, почему пациентка, из примера Владимира Александровича, вышла с симптомом с ногой, а не в условное тревожное расстройство, но это уже как раз-таки психотерапевты, вам будут объяснять, вообще то, что вот с точки зрения физиологии, когда разбираются вот эти вот моменты, связанные с тревогой, как вы знаете, вот те примеры, которые доходят до нас, это примеры именно с яркой какой-то соматизацией, либо отказом ноги, потому что, знаете, с тревожным расстройством тебя не приведут проверять твои конечности, а вот когда там уже отказывает что-то, тогда физиологов как раз-таки активно используют для того, чтобы выяснить, нет ли физиологической подоплеки, почему я и в самом начале сказал, что клиенты, они будут ходить от врача ко врачу, и по факту везде будет ставиться функциональное какое-то нарушение, то есть органики никакой нет, это значит все, это не наш клиент, то есть у тебя болит живот, но гастрита нет, не мой клиент, иди, собственно говоря, лечи голову, у тебя вот отказалась нога, ну отказала нога, ну ты же проводимость, вся возбудимость идет, значит ты не мой клиент, так что до нас доходят именно вот эти, почему у него прямо в тревожность, может быть была тревожность, но это уже там опять-таки психотерапевт вам будет рассказывать более конкретно эти примеры. Еще вопросы есть? Нет. Хорошо, тогда мы с вами, вот здесь экран, мы с вами переходим к следующей ситуации, начинаем наконец-таки знакомиться уже с организмом человека, и знакомство наше будет с самого начала. Почему? Сейчас я поясню. Потому что все изменения, которые происходят в нашем организме, они происходят на элементарных уровнях. Даже когда мы с вами будем говорить в ходе этого курса о том, как происходит изменение работы там мозга, при том числе там каком-то психотерапевтическом воздействии, мы будем говорить о том, как это отображается на уровне работы конкретных клеточек, тех же самых нейроцитов, нейронных клеток. Да и препараты, по факту, которые назначают специалисты, о которых там вам будут говорить на этих курсах, они тоже действуют на уровне клетки, на биохимию вот этой клетки. Так что начинать мы будем вот с самого начала, повторим некий материал. И здесь мы будем с вами искать еще логику, потому что организм, он устроен, ну не просто так, он отсеивался в ходе эволюции, и понятно, что там какие-то процессы, они должны были идти одни за другими, для того, чтобы выстроиться в какую-то единую цепочку. Первое, с чего мы начинаем с вами знакомство, это как раз таки… Видна стрелка, нет? Не видно? Теперь видно. У меня просто здесь. Вот здесь она отображается, у меня не отображается почему-то. Начнем мы с вами с клетки. Что такое клетка? Клетка — это элементарная единица живого. То есть мы подразумеваем, опять-таки в нашем парадигме мира, что все живые организмы, они состоят из клеток. Вирусы, они под вопросом, то ли живые, то ли мертвые. Как мы поняли, от них много сюрпризов можно ожидать за последние два года. Но что точно живое, это то, что имеет клеточную структуру. Что такое клетка? Это элементарная единица живого, которая способна к самостоятельному росту, развитию, размножению, перемещению, обмену веществ. То есть это, по сути, полноценный организм. Не важно, там, бактериальный, я не знаю, там, амеба какая-нибудь, или человек. Но в нашем организме клеток много, там их миллиарды, десятки этих миллиардов, и понятно, что они вот такую вот универсальность потеряли. И к самостоятельному-то существованию у нас с вами не так много клеток приспособлено. У нас есть всего лишь, можно сказать, один тип клеток, вид клеток, которые могут существовать неорганизмы, и то несколько дней. Какие клетки? Половые, причем не все. Сперматозоиды. Сперматозоиды в нормальных условиях, для них нормальных условиях, они могут существовать на протяжении трех-четырех дней. Тут, кстати, вот как раз-таки пример из культуры. мюзикл «Мамма миа». Слышали, смотрели? В чем там проблема была этой женщины? А, ничего не помните, да? Смотрели? Не понятно, от кого зачала, да, там как-то правильно сказать, зачатие произошло. Почему? Потому что не делало что? Перерывы. Были бы перерывы, было бы понятно. Вот то же самое здесь, с половиной клетками. Они могут существовать отдельно вне организма. Все остальные наши клетки, они уже более узкодифференцированы, то есть более узкоспециализированы. Это, знаете, как мы с вами. Например, вот школа. Вы выпускаетесь из школы, у вас в аттестате там куча всего. Вы там и химию знаете, и биологию, и литературу, и историю, и общество знаний, и так далее, и тому подобное. Потом вы идете в какой-нибудь институт, и, соответственно, вы уже часть этих предметов, что не помните. Ну, не даром говорят, что университет — это лучшее место, чтобы забыть школьную программу. Потом, когда вы уходите из университета, вы часть не помните того, что вам давали в университете, потому что в работе это вам что? Не требуется. То есть, по сути, ваша специализация, она становится все более узкой, 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 узкой. И в конечном счете для большинства людей это приводит к тому, что они просто сидят там, одну бумажку перекладываются с одного стола на другое стола. Вот тебе там вся физика, химия, литература, высокое искусство и так далее. Все это прошло мимо. Вот то же самое с нашими клетками. Мы сейчас с вами рассмотрим модель базовой комплектации, как автомобиля, то есть то, что есть у всех клеток. И потом, когда мы будем говорить, в большей степени, конечно, о нервной клетке, мы уже коснемся, что же там есть из допов, такой вот природа дала, чтобы они функционировали так, как нам нужно. Мы рассматриваем клетку, естественно, животного. Это ключевой момент, потому что начинаем мы рассматривать клетку животного с оболочки, опять-таки, я не знаю, там видно, не видно, да, вот так вот, да, с оболочки, которая называется мембрана. Мембрана – это оболочка клетки, и как видно на картинке, оболочка-то какая на ощупь? Ну, мягкая, да, потому что видно, что контуры такие неровные. И наша кожа, она тоже мягкая. Тут вопрос, зачем вот человеку иметь у клетки мягкую оболочку, когда, например, вот у дерева есть твердая оболочка? А зачем эта пластичность? А зачем изменяться, приспосабливаться к среде? Вот дерево же может расти и тоже как-то приспосабливается к среде. Они приспосабливаются, они живут. Они живут столько миллионов лет, значит, как-то приспосабливаются. Там тоже проходят химические реакции. Двигаться. Движение, вот в биологии понятие относительно. Движение – это чтобы вы могли давать потомство, расселяться. Деревья у нас на всех континентах? Ну, практически, да? Ну, и человек тоже на всех. Ну, не считая там Антарктиду, да, понятно, там отдельные фанатики живут, но это неестественные условия обитания. Тоже везде. Чего соединения? Деление? Нет. Ну, делятся же у нас растения. Там клетки делятся, они же растут, эти растения. Еще? Но это действительно связано с пластичностью. Это связано с пластичностью, а еще с чем? Это очень важный момент. Вот мы затрагиваем сейчас, потому что это вот, казалось бы, ну где там клетки и где наша специализация, но вы сейчас увидите, о чем идет речь. Быстрого восстановления. Быстрого восстановления. Дело все в том, что человеческий организм, в отличие от дерева, сколько живет? Да, конечно. Ага, прям все живут 100 лет. Если бы все жили 100 лет, у нас бы пенсионный возраст был бы не 65, уверяю вас, а с 95 где-нибудь. Он отойдет. Ну да, конечно, отойдем. Донесут. Не дойдем до такого возраста. У нас основная причина смерти – сердечно-сосудистые заболевания. Они не позволят нам так долго жить. Но оптимизм, конечно, есть. Но, тем не менее, мы живем меньше, чем деревья. А деревья сколько живут? Вон там дуб Петра в летнем саду в Петербурге стоит. Там Петра-то уже давно нет. Там праха-то уже давно нет. А дуб стоит, посаженный Петром. Или секвойя какая-нибудь. Древнего Египта уже давно нет. А секвойя нет, стоит, цветет периодически. Там зеленый вокруг нее бегает, не разрешает на нее дышать. А человек, он живет 75 лет в среднем. 75-80 лет. Там как рассчитывается продолжительность жизни? Берется период вашего полового созревания, умножается на 5. В принципе, вот ваша средняя продолжительность жизни. Теперь смотрите. Получается, мы живем мало, а двигаемся быстро, в отличие от деревьев. И в ходе движения у нас что с вами происходит? Травматизация так или иначе, согласитесь. То есть мы там того толкнули, сего толкнули. Вот я сегодня с утра спустился в метрополитен. Там много народу, куча народу. Я прям не ожидал в субботу это увидеть. И все что-то там хотят, куда-то едут, толкаются. Я-то знаю, куда еду, но я не понимаю, куда они-то все прутся в 9 часов утра. И в итоге что происходит? Деформация. То есть в моей клетке в этот момент они начинают как-то сжиматься, передавливаться. Но когда деформация заканчивается, то клетка быстро приходит в норму. Она быстро восстанавливается. Да даже если у меня произошло какое-то повреждение мягких тканей, синяк где-нибудь сформировался, гематомка, я не буду по этому поводу особо переживать. Почему? Потому что это быстро восстановится. Дело в том, что клетка, которая имеет оболочку, сама эта оболочка состоит из... Опять-таки я не вижу, тут бликует у меня. Она состоит из билипидного слоя, то есть из жирового слоя. А что такое жировая пленочка на воде? Проткнули пальцем, потом она, условно говоря, быстро затянулась. Получается, что мы можем быстро восстанавливаться. И вот это очень важный момент. Прямо вот когда вы будете беседовать со своими клиентами, которые будут в состоянии прям отчаяния, вот неужели я смогу вернуться к исходной ситуации, свою жизнь поставлю на те же рельсы, которые были до этого. По факту, если изменения не катастрофические, то а почему нет? Вот на примере оболочки клетки мы видим, что это восстанавливается, быстро восстанавливается. И организм к этому что? Приспособлен эволюционно, чтобы мы как можно быстрее могли восстанавливаться, регенерировать. И тут вопрос, как грамотно вы будете этим пользоваться? Будете ко мне ходить на сеансы? Будете платить деньги? Будете регенерироваться. Не будете ко мне ходить? Не будете платить деньги? Не будете регенерироваться. Будете платить большие деньги? Будете гораздо быстрее регенерироваться. Почему? Это ключевой момент. Потому что, опять-таки, существо, человек ленивое, и нам хочется, чтобы нас регенерировали. И не так много стимулов, которые заставляют нас самих работать над собой. Это, на самом деле, большая проблема, когда приходит человек к психологу или психотерапевту. Ну, лечи меня, доктор. А ты-то что будешь делать? Потому что психолог, да и психотерапевт, ну, понятно, пилюли-то назначить он может, но по факту это еще работа над самим собой. Если вы не будете это делать, то не будет. Поэтому, например, дешевые психологи, они всегда, вот то, что я знаю, они всегда крайне быстро проигрывают в результативности. Потому что ты платишь ему 500 рублей, и платишь, ходишь к нему, и уходишь, выливаешь с него как в унитаз и выливаешь, а над собой не работаешь. Но когда ты понимаешь, что вот сеанс, там стоит денег, что тебе доктор или там психолог сказал, что нужно сделать, ты поймешь, что да, вот ты не хочешь лишний раз туда ходить. Всего того, что это же твои ресурсы, это же тоже ресурсность клеток. Если бы восстанавливаться было сложно, мы тратили больше бы ресурсов, то получается, ты должен откуда-то убрать, что подать ему. Нет, ты лучше поработаешь над собой и гораздо быстрее получишь результат. То есть гораздо быстрее прибегнешь к этому свойству пластичности. Так что здесь все на самом деле очень тесно взаимосвязано. Теперь смотрите. Еще один момент, который на клетке показывает особенность, как ни парадоксально, но психология. Наша клетка, как я сказал, она состоит из билипидного слоя. Я здесь даже буду рисовать. Так удобнее. Из билипидного слоя. Вот они, двойной слой жира. Это опять-таки, знаете, есть такой момент десенсибилизации. Слышали, наверное, да? Потери чувствительности к какому-то раздражителю и десенсибилизации к какому-то стрессу. То есть иногда там те же самые психологи, они провоцируют своего клиента на какую-то неприятную ситуацию. И таким образом он, находясь в этой ситуации, теряет к ней какую-то чувствительность. Вот двойной слой жира для клиентов, которые страдают нарушением пищевого поведения. У меня столько жира, я хочу похудеть, я хочу убрать весь жир, чтобы ни одной капельки не осталось. Нет. У тебя каждая клетка имеет двойной слой жира, поэтому и не мечтай, смирись с этим. Живи с этим дальше. Так вот, третий урок уже получается, сейчас будем с вами выяснять. Дело все в том, что через вот эти вот пространства, эти молекулы жира, что у нас с вами может проходить? Ну, свободно могут проходить какие-то простые элементы, типа там той же самой воды, газы и так далее, и тому подобное. Но наша клетка, она как живой организм, должна что делать? Питаться чем-то. Плюс мы с вами говорили сегодня о том, что у нас там Гальвани с Матеуччи что-то там открыли, какую-то электровозбудимость, животное электричество. То есть это движение ионных токов. В чем интересная суть? То, что ионы и питательные вещества через это пространство не проходят. То есть мембрана, она обладает полупроницаемостью. Для кого-то она проницаема легко, а для кого-то получается непроницаема. Ну, либо плохо проницаема. Как мы можем назвать это, вот если оперировать названиями чувства? Ну, это свойства избирательности, а чувства, которые мы будем… Ну, даже не чувства, а состояния, как-то сложно мне подобрать слова. Несправедливости. Несправедливости. Опять-таки, часто сталкиваешься с такой ситуацией, что человек к тебе приходит, начинает там изливать какую-то концепцию, говорить, ну вот так-то, 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 ну почему так, почему несправедливо. И тут ты понимаешь, что, ну, то ли ты дурак, то ли лыжи не едут. Чувства справедливости нет даже на клеточном уровне, не говоря уже о глобальном, человеческом. Да, у всех разные стартовые позиции. Да, несмотря на то, что вы все можете делать правильно, не факт, что получится какой-то конкретный результат, который вы хотите. Это в физиологии очень часто бывает. И когда вот там в реабилитации работаешь, объясняешь тоже человеку, что да, мы постараемся сделать. Почему 100% никогда гарантии не даем? Мы постараемся сделать, но как будет на самом деле, никто не гарантирует, никто не знает. Поэтому для чего-то проницаем, а для чего-то нет. Когда мы говорим о человеке, когда он начинает нам говорить про чувство несправедливости, опять-таки вспоминаем эту клетку, что мы можем ему сказать в ответ на это? Он же расстроится. Слушайте, вы психологи или я? Вот я пришел, я расстроился. Как это так? Нет чувства справедливости. Ну спасибо, конечно. Это меня не особо обрадовало. Ну, во-первых, нужно это принять. Да, 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 все надо принять. И с этим будем приниманием что делать? Работать. То есть, ну мы не можем изменить твою жизнь, да? Я не могу тебе купить квартиру, потому что у тебя нет денег. Но я могу, исходя из тех средств, которые у тебя есть, помочь себе принять это чувство, да? То есть, работать над принятием этого состояния. Ну и как там, мы тебе вашу какую-нибудь, может быть, дам, чтобы совсем уж не угас. Так вот, но выход всегда есть. У кого-то сложнее, у кого-то легче. Дело в том, что мы не сказали, что эти вещества не проходят. Мы сказали, что там есть проблема с прохождением. В частности, если мы с вами говорим об ионах, то там есть вот такие вот красивые, видите, здесь они розовенькие, у меня они зеленые, ионные каналы. Это трансмембранные белки, ну, транс, проходящие сквозь мембраны белки, ионные каналы. Через них как раз-таки и будут проходить ионы. Мы с вами познакомились, там ионы натрия, калия, хлора. Они необходимы для процесса возбуждения клеток, для процесса торможения клеток. То есть, по факту, мы с вами нашпигованы вот этим током ионов в организме, будь то это нервная ткань, я не знаю, скелетная, сердечная и так далее и тому подобное. Тут главное, чтобы ток был правильный. Собственно говоря, когда у нас с вами происходит нарушение минерального баланса, мы можем столкнуться действительно с достаточно серьезными изменениями в организме. Как периферическими, связанные с нарушением сокращения мышц, так и нервными. То есть, это может быть чувство слабости, какая-то тревожность и так далее и тому подобное. Поэтому ионные каналы, они принципиально важны. И блокировка их, она может повлиять на работу организма. Серьезно. Ну а блокировка, банальный пример, это анестетик. Блокирует ионные каналы болевого рецептора, ионы не входят, соответственно, рецептор свою функцию не выполняет. Что касаемо более сложных соединений органических веществ, это белки, жиры, углеводы. Они тоже должны как-то проходить внутрь клетки. И здесь есть еще одни образования. Посмотрите, вот такие сферки, тоже розоватые, и на них рогатули зелененькие. Давайте я здесь обозначу. Это что? Это так называемые клеточные рецепторы. Они состоят из углеводной цепочки и белковой подушки. И вот эти рецепторы, они как раз-таки блуждают по мембране клетки, контактируют с теми молекулами, которые хотят проникнуть внутрь клетки. И это проблема. Это проблема. В психотерапии вам больше об этом будут рассказывать, потому что это уже связано с работой препаратов. Дело в том, что количество рецепторов, чувствительность рецепторов, активность рецепторов, она будет разная у людей. И если у нас искажается, например, чувствительность рецептора, то, несмотря на наличие вещества, мы не можем получить достаточный эффект. У нас и так проблема с нервной системой заключается в том, что не все препараты, которые продаются в аптеках, я не говорю, что назначаются профессиональными специалистами, которые продаются в аптеках, которые должны влиять на работу нервной системы, в принципе работают. Потому что мы увидим с вами, нервная система имеет барьер с организмом, это так называемый гематоэнцефалический барьер. То есть вначале он отбраковывает вещества, которые не могут пройти. То есть, грубо говоря, вы лечите-лечите, а толку никакого нет. И второй момент, это как раз-таки момент с самими рецепторами. То есть у человека, если их меньше физиологически, ну вот так анатомически точнее случилось, и физиологически они хуже работают, то получается тоже дозировка, она может отличаться от стандартной. Опять-таки вы наверняка знаете, что одного там от 10 капель валерьяна уносит, а кто-то там пьет тазипама, 6 таблеток в день и вообще нормально, никакого релаксирующего эффекта при этом не наблюдается. То есть это как раз-таки о работе вот этих вот рецепторов. В основном, еще раз говорю, у нас вот вещества, вот препараты, которые вы будете обсуждать, они, конечно, задействованы именно с рецепторным аппаратом. Мало каких препаратов, которые задействованы, например, с сонным экономом. Хотя там тоже есть нюанс. Буквально в августе не мозг, а пам-пам-пам. В мае я был в институте патофизиологии, в лаборатории патологии дыхания, как раз-таки там рассматривали момент, связанный с изменением артериального давления в результате изменения ионных токов. То есть, грубо говоря, выяснилось, что зависит изменение артериального давления не только от того, как, в каком количестве ионы проходят в клеточку, но и еще с какой скоростью. И, собственно говоря, вот это вот открытие, оно позволило понять, почему некоторые те же самые антигипертензивные препараты, но не помогают. То есть вот их человек лечит, лечит, затаривает, но не помогает. То есть эти вот моменты на клеточном уровне, они как раз-таки есть. Следовательно, если вы видите, что в практике встречается какой-то стопор, то, ну, тут вот может быть какая-то более глубинная система нарушения, связанная с клеточным уровнем. По крайней мере, вы всегда можете сказать, что, ну, вы знаете, это не я, это не мой, не профессионализм и отсутствие знаний, это ваши клетки, ваши рецепторы, вы с ними и живите. Я делал все, что мог. Хорошо, по мембране есть вопросы? Да. Микрофон, да, нужно вот, наверное, дать, чтобы нас услышали, а то люди будут обижаться. А вот количество этих рецепторов, оно закладывается генетически? Вы говорите, у всех оно разное? Да. При рождении получается? Оно закладывается генетически, но эти рецепторы, они могут, конечно, отмирать, они могут изменять чувствительность, на примере, как вот звуковые или зрительные рецепторы. То есть вот то же самое. Если вы подаете слишком сильный сигнал, то, соответственно, они притупляются. Для того, чтобы восстановить чувствительность рецепторов, нужно ослабевать сигнал. Поэтому даже терапия, когда производится, она производится определенными циклами, чтобы не было такого, что происходит процесс привыкания. То есть умереть могут, а зарождаться не могут? Честно? Честно, на самом деле, если мы говорим про рецепторы головного мозга, там вообще проблемы, потому что исследовать их на живом мозге крайне проблематично. Это нужно знать на моделях. На моделях, да, они умирают, но умирают они крайне редко. В основном они просто теряют чувствительность. И чтобы они разрушились, это надо, знаете, прям вот серьезное воздействие оказывать на них. Если мы говорим про головной мозг, как вы понимаете, там вот у человека, живой материал достать и так поэкспериментировать и проверить, технически невозможно. Поэтому, как я говорю, всегда надежду дает момент, связанный с тем, что мы до конца не можем ответить на некоторые вопросы. И понятно, что если вы там будете воздействовать сильными психотропными веществами в больших дозировках, то с высокой долей вероятности вы там убьете свои рецепторы, нарушите медиаторный баланс и не восстановитесь. Но если что-то там, какое-то однократное воздействие незначительное, то с высокой долей вероятности, что скорее всего ничего не произойдет. Потому что, еще раз говорю, организм – это не та структура, которая на 100% может давать гарантию. Опять-таки, могут ли они регенерировать? Понятно, что если какое-то повреждение не катастрофическое, то скорее всего они восстановиться могут. То есть не то, что чувствительность, а возможно даже могут восстановить свою структуру. Но это проблемы изучения, поскольку, еще раз говорю, желающих предоставить свой мозг для испытаний и создавать какую-то голову профессора Доули, сейчас на данный момент нет возможностей. Правильно я понимаю, что таким образом условно здоровый человек может приобрести психотическое расстройство? Какое расстройство? Психотическое. Ну то есть условно, так скажем, родившийся невротик, то есть он убив свои вот эти клетки, может стать психотиком. Понимаете, тут на рецепторах я бы сильно не стал зацикливаться, потому что все-таки клеток много, и соответственно, какие-то из них все равно имеют вот эти рецепторы. Даже если вы убили на одной клетке, остались другие, они будут активно функционировать. То, что человек может заработать расстройство, но он может заработать, и это может быть связано далеко даже не с рецепторами. То есть это как опять-таки нас в психологию вела как раз-таки женщина, она клинический психолог была, и до этого 10 лет проработала в колонии. Я вам сразу сказал, что знаете, вот проще работать с маньяками, чем со студентами. Да, ну мы тоже так, типа, как вообще, за кого вы нас принимаете, дамочка? А Антка говорит, нет, на самом деле все очень просто. Дело в том, что от маньяка ты по крайней мере знаешь, что ожидать. А от студента, от здорового психически человека ты не знаешь, что ожидать, ты не знаешь, когда у него что там замкнет. Поэтому, говорит, запомните раз и навсегда, говорите об текаемом форме. На данный момент вы здоровы, да? На данный момент вы чувствуете себя хорошо, с высокой долей вероятности, с низкой долей вероятности, да? Потому что если вы там будете зуб давать, что этот человек здоровый, а потом он там через день кого-то зарежет, ну, тогда претензия к вам как к специалисту. А когда вы скажете, ну, на данный момент аккредитация этого человека, все было хорошо и замечательно. Так что свихнуться-то может каждый в силу того, что мозг – это очень такая сложная структура, и мы не знаем, где есть подводный камень. Я сейчас объясню ситуацию. В ней неврологии есть лаборатория, которая занимается отведением потенциалов от головного мозга. И порой туда поступают люди, которые имеют какие-то определенные жалобы, связанные со слухом, со зрением и так далее, и, в общем, назначают там эти отведения потенциалов. И делается отведение потенциалов, и человек, вот у него одна жалоба, а ты видишь вообще другую картину. И ты ему говоришь, что, вы знаете, вот то, что вас беспокоит, у вас это вот в головном мозге отсутствует, то есть там все нормально. Но у вас есть другая проблема, она вот скрыта там-то, там-то, и она вот проявляется обычно так-то, так-то. А человек сидит, говорит, ну, у меня этого нет. Я вот живу уже там 50 лет, условно говоря, у меня этого нет. И здесь вот к вопросу о том, что не всегда сама генетика реализовывается как-то, да, и есть какие-то факторы, которые сдерживают. А есть наоборот, вроде как бы все идеально, но где-то что-то резко сломалось, потому что мутации же происходят. Так что понятно, что если вы предрасположены, то с высокой долей вероятности. Если нет, то с высокой долей вероятности. А рецепторы, еще раз, они являются вот этим ключиком, с точки зрения им больше даже фармакологии, объясняя процессы, да, почему там действует, не действует этот препарат. Но с точки зрения вот замыкаться на том, что вот если они помрут, и все, там мозг отключится, не стоит, так как, еще раз повторю, у нас же нет такого, что какой-то один там уникальный нейрон содержит только вот эти вот рецепторы. Мозг, он очень ресурсный, количество клеток у него очень много, он проходит несколько стадий развития, стадии увеличения связи, стадии уменьшения связи. Ну, например, когда мы рождаемся, нас же не беспокоит тот факт, что умирает количество нервных клеток практически половина. Реально половина мозга отмирает. Потом у нас начинается прунинг в дошкольном возрасте. То есть вот если нервные связи не успели сформироваться между нейронами, то там тоже они улетают. Поэтому дети, они очень жадно обучаются. Это вот мозг, да, он пытается жадно обучиться в силу того, что он понимает, что если я не задействую этот ресурс, то он может исчезнуть. А с чем связано отмирание такое раннее? Дело все в том, что не нужно. Это же все энергетические ресурсы. И мы с вами пользуемся тем, что есть. Вот у нас есть мозг. В принципе, если бы наше сердце билось достаточно долго, да, не было проблем с сердечно-сосудистыми патологиями, то наш бы мозг, он работал бы замечательно. На протяжении многих лет были проведены эксперименты с пересаживанием мозга мыши в тело крыса. И мозг мыши жил столько, сколько живет тело крыса. На секундочку, в три раза больше. Из чего сделали опять-таки теоретическую выкладку, как вы понимаете, желающих мало проверять это. Ну, в кого там опять-таки пересаживать? То там, в черепаху, разве что наши мозги, да, они там в три раза дольше живут, чем мы. Так вот, получается, какая ситуация? Это что мозг вот в том объеме нервных клеток, которые у него есть, он нам достаточен. То есть он пластичен, там отростки, они могут восстанавливаться, функционирует все хорошо. Проблема в сердечно-сосудистой системе. Там вот эти атеросклеротические изменения, которые начинают наступать чуть ли не с 20 лет, которые ухудшают функционирование мозга, и начинается потеря вот этих вот высших психических функций, там деменция, развитие психопатологической старости, и так далее и тому подобное. Вот это, да, это наносит урон. А так-то на самом деле, как я всегда говорю, пользуюсь я не хочу. Хочешь психовать, психуй, не хочешь психовать, не психуй. От психов ты там мозги свои, собственно говоря, не потеряешь. Опять-таки психовать, это имеется в виду выражать эмоции. Понятно, что когда ты там в тревожном расстройстве, как ты живешь слишком долго, то здесь уже больше проблем может выработаться с мозгом. Ну а в целом нет. Ресурсность есть, и рецептор, слава богу, на других клеточках хватает. Но вот проблем больше в чувствительности. Насколько чувствительность может у них потеряться, насколько она может не потеряться. Еще вопросы? Давайте, там время уже, да, по-моему? Ну все, давайте тогда сделаем перерыв и поедем дальше. Есть вопросы в чате. Сейчас я их озвучу, проговорим их. Так, первый вопрос от Ивана. Алкоголь является сильным психотропным веществом? О, вообще алкоголь – это интересная тема. Прям прекрасная тема. Особенно в субботу с утра, да? Или в полдень. Дело все в том, что алкоголь – это, знаете, такой своеобразный троянский конь. Почему? Потому что, с одной стороны, это достаточно серьезное токсичное вещество, которое может воздействовать на работу головного мозга. С другой стороны, это то, что вырабатывается самим организмом отчасти. У нас, как раз-таки вот сегодня мы будем говорить, там есть эргоноиды, пероксисомы. Просто вот Иван задал вопрос раньше, ну и раньше их затронем. У нас с вами в организме есть такой процесс, который называется обмен веществ. Мы с вами его обязательно коснемся. Это очень интересная вещь. И в ходе обмена углеводов может образовываться алкоголь, небольшая концентрация. Но, в принципе, он образуется, он утилизируется. Для этого есть специальные органоиды, они здесь обозначены, где-то здесь они обозначены, пероксисомы. Не вижу ее. А, вот, пероксисомы. Есть такие органоиды, пероксисомы. Называются они пероксисомы, потому что вырабатывают перекись водорода при как раз-таки обмене алкоголя. И вот этот вот алкоголь, поскольку он вроде бы не чужеродный, он, получается, в организме присутствует. И поэтому он может проходить отчасти барьера. Собственно говоря, мы из-за этого и можем опьянеть достаточно легко. Но это тактичное вещество, которое действительно влияет на работу головного мозга, изменяет медиаторный фон. Мы сегодня о медиаторах с вами поговорим. Ну и прям линию поведения, и зависимость формируется очень серьезная. От этой зависимости крайне тяжело избавиться. Там, вы знаете, люди иногда даже зарабатывают себе алкогольную эпилепсию, но при этом не бросают пить. Но с алкоголем есть еще один подводный камень, который вам придется, наверное, в конечном счете рассматривать с вашими клиентами. Дело все в том, что бог с ним, что он вырабатывается в организме, и то, что мы его потребляем. Там еще дальше идет генетический момент. Для того, чтобы алкоголь утилизировался в организме, есть два фермента. Есть алкоголь дегидрогеназа и ацетальдегид дегидрогеназа. Ну, в общем, алкоголь дегидрогеназа превращает алкоголь в ацетальдегид. Это тактичный продукт. Его накопление приводит как раз-таки симптоматике похмелья. А ацетальдегид дегидрогеназа, ну, собственно, нейтрализует этот побочный продукт, и все хорошо, все замечательно, мы чувствуем себя великолепно. И дальше вступает в роль генетика. Дело все в том, что у нас популяции людей на планете, они разбиты на несколько групп. Есть первая группа, у которых быстро работает и один, и второй фермент. То есть, грубо говоря, вы особо не пенеете, ну, и особо, собственно говоря, вы не получаете никакого похмельного синдрома. То есть, ну, ок, я выпил, но кайфа не испытал. Нормальный вариант. Есть другой вариант, противоположный, когда у вас плохо расщепляется алкоголь, соответственно, вы чувствуете себя пьяным, но и потом еще и похмельный синдром. Ну, в принципе, не очень хорошо, как вы понимаете, да, за все хорошее нужно платить, и вы не будете пить слишком много. Есть третий вариант, когда у вас алкоголь, дегидрогеназа работает хорошо, ацетальдегид, дегидрогеназа плохо, получается, что вы пили, кайф и не получили, но зато все прелести похмелья, они налицо. И вы, да, не пьете, потому что, ну, как бы никакого удовольствия не испытываете, вообще странный кайф какой-то. И есть четвертый тип, те, у которых алкоголь, дегидрогеназа работает не очень хорошо, а ацетальдегид, дегидрогеназа работает вообще шикарно. И получается, что ты выпиваешь, ты чувствуешь кайф, но ты не чувствуешь похмелье. Стоит ли говорить, к какой популяции относится русское население? Последний. То есть чисто генетически большая часть предрасположена к алкоголизму. Ну, вот так вот вышла, да, несправедливость такая. У азиатов, например, работает плохо момент, связанный с расщеплением ацетальдегида, то есть они не испытывают кайф. У североамериканских индейцев у них первый вариант, у них вообще все замечательно, и считается, что это, скорее всего, связано с тем, что они эволюционировали в той среде, где много было продуктов, которые содержали этиловый спирт. То есть адаптация произошла. Поэтому вот здесь такая ситуация, она есть. И если к вам приходит человек с алкогольной зависимостью, то здесь вариант, во-первых, вот такой вот генетический. Нужно объяснить ему, что не нужно лишний раз запивать свое горе. Почему я об этом говорю? Вы знаете, у нас есть такой момент, как мы затронули кору головного мозга, и там еще тоже есть вопрос по раннее развитие. Немножко вперед забегу. У нас есть определенные этапы созревания головного мозга. Мы уже и это тоже слегка упоминали. Так вот, позже всего созревает кора головного мозга. То есть там миеллинизация, покрытие нервных волокон миеллином, это все к 12 годам. А вот кора головного мозга, она созревает к 20-22 годам. То есть позднее всего. По факту, если вам 18-20 лет, то вы еще, можно сказать, ну, с точки зрения нервной системы, ребенок, несозревшая личность. И мы это видим. Потому что в этом возрасте у нас что, у нас прям романтика такая, прет, да, море по колено, все в розовом цвете. Вот я сейчас закончу университет, или закончу школу, все там передо мной будет открываться и так далее и тому подобное. Потом Жак, 20 лет, 20-21 год. И первый мощнейший кризис. По сути, даже где-то я читал статистику, что это чуть ли не пик суицидов среди мужчин. Первый пик суицидов. Потому что женщинам проще. У вас есть инстинкты самосохранения. И в случае чего, ну, можно замуж выйти, да. Мужчинам тяжелее. Можно, конечно, жениться, но от этого, так сказать, бодрости духа не прибавится, да. Можно, конечно, и замуж выйти. Если вы, собственно говоря, так не особо традиционных взглядов, да, и ориентации, тогда это вас спасет. Но, как правило, не спасает. Начинается вот этот вот кризис, и все кажется в черном цвете. Вот. Так, что это за период? Это, по сути, ну, кризы, как вы знаете, психологии которой, нужно что делать? Грамотно преодолевать. То есть, по факту, это период взросления. А наше население, оно взрослеть не любит, оно взрослеть боится, и, более того, оно блокирует все мысли взросления. И, по факту, взросление происходит, как я всегда говорю, с анестезией. то есть, это еще и этап, когда начинается алкоголизация достаточно интенсивная. То есть, первые позывы, это подростковый возраст, потому что, опять-таки, этап взросления, никто не объясняет, что это нормальный этап, потому что мозг, он склонен амнизировать какие-то нехорошие вещи. Второй этап, это вот здесь, скачок, как раз-таки, вот этого процесса. Поэтому, вот я, например, работаю со своими студентами, я рассказываю об этом, в зависимости от того, какая ситуация с группой или курсом, иногда это материал на втором курсе, несмотря на то, что это ближе к третьему курсу, к возрастной физиологии, даже к четвертому курсу. И я прям откровенно говорю, что если есть какая-то проблема, если вы понимаете, что все, вот как-то мир начинает падать, а почему? Потому что дофамин уже не в том объеме вырабатывается, в силу того, что нервные связи, это не так интенсивно формируется после 20 лет. Следовательно, вот этого момента ожидания предвкушения уже что? Как такового нет, а тебе хочется, поэтому, если ты сам не можешь понять, как ты можешь реализовать это хотение и увеличить выработку дофамина, мы сегодня о нем тоже поговорим, то человек начинает спиваться. И вот чтобы разобраться, говорю, вот есть психологи, там психотерапевты, к ним идите, разбирайтесь с этим этапом взросления, все будет хорошо и замечательно. Еще об алкоголе. Дело в том, что алкогольная зависимость, она изменяет медиаторный фон, как я сказал. И тут есть два варианта алкоголиков еще. Есть веселые алкоголики, забавные алкоголики, дофамин алкоголики, а есть грустные алкоголики, ну вот прям совсем из разряда того, что когда тебе плохо, все равно ты даже с ними пить не будешь, потому что, понимаешь, с ними будет еще хуже. Гамма-алкоголизм так называемый, в чем разница? Дофамин – это медиатор, который по факту говорит о предвкушении, о мотивации какой-то, что ну вот будет хорошо, будет классно, будет весело и так далее. А гамм, как вы знаете, это какой медиатор? Тормозный, тормозящий медиатор, да? И получается, что если мы говорим о дофаминном алкоголике, то это те, с которыми можно повеселиться, какую-то хохму он расскажет. А если гамм, то это все, это философия, это глобальные экономические проблемы, политические кризисы, то есть то, что будет вот прям задушевно-задушевно идти. И как вы понимаете, это не прибавляет настроя. Тут, правда, интересная ситуация, что кто-то действительно дофамин, кто-то гамм. Почему становятся дофаминами, алкоголиками и гамм, зависимыми алкоголиками? Дело в том, что если вы пьете для поднятия настроения, то это значит ближе к дофаминам. Они считаются как-то более легкой формой алкоголизации, относительно легкой, потому что там легкости-то нет как таковой. Почему? Потому что ты можешь получать удовольствие еще от чего-то другого, как-то компенсировать, если вовремя ты осознаешь проблему. А с гамм, там ситуация будет посложнее, потому что эти люди пьют из-за того, что они снимают стресс. То есть вот как один говорит, я выпью для настроения, для позитивчика, а другой говорит, а я вот пью каждый день, чтобы снять стресс. Вы знаете, вот есть фильм, я не помню, как это называется, папа, по-моему, или отец. Вот этот новый вышел-то. Батя, батя, да. Вот классический вариант. Это же на самом деле картина, которая описывает социум 80-х, 90-х. Вот этот батя, он же пил не из-за того, что он хотел там похохмить. Он пил, потому что он хотел, что снять стресс после своего завода, офиса, магазина, там я не знаю, кто и кем работает. Вот это вот самое ужасное. Причем мы с вами можем переходить в стадии конкретного опьянения из одной фазы в другую. То есть вначале мы улыбаемся, пляшем, снимаем все в Инстаграм, а потом мы друг другу изливаем слезы. То есть из дофамина мы перешли в гаммк опьянения. А потом, если перебираем, если есть такие граждане, то вы сталкиваетесь, знаете, со стадии, как в народе говорят, что у трезвого ноумета у пьяного на языке. Но это не совсем так. Дело в том, что при достаточно высокой концентрации опьянения, когда и гаммк, и дофамин уже сбились, как вырабатываться под действием этого токсичного вещества алкоголя, начинается некий медиаторный взрыв. И мозг, он вообще теряет контроль. То есть вот эти процессы торможения, о которых мы говорили, и начинается вот эта вот реально речь, посыл, иногда агрессия, какая-то драка. Но человек потом не помнит, что с ним происходило. Это говорит о том, что была мощнейшая интоксикация. Поэтому, к сожалению, алкоголь — это такой вот раянский конь, который вырабатывается в результате действия углеводов порой. Но мы считаем, что это типа круто, и поэтому употребляем его сами. И мозг его пропускает, считая, что типа это же видимо мой продукт, но на самом деле очень токсичный продукт. Исходя из этого, кстати, особенности обмена веществ, в некоторых странах допустима норма промилля, алкоголя при вождении автомобиля. Поэтому, когда там будете ехать слегка на самокате электрическом, в машине же нельзя, пьяненьким вас остановят сотрудники БДД, попросят отдыхнуть, вы отдыхнете, у вас покажет норму. Что нужно сказать, превышающую норму? Нет, они это не поймут. Скажите, тортика съел накануне, много объелся, эклеров, и потом вот эту вот теорию с обменом веществ. Так, это первый вопрос, который был, это от Ивана. Второй вопрос, Питкина Наталья, оправдано ли раннее развитие ребенка с точки зрения физиологии? Ну, на самом деле, вот тоже вот то, о чем мы говорили, буквально тут в куарах во время перерыва, это, видимо, вопрос о том, что у нас есть моменты, связанные с прунингом, то есть с разрывом нервных связей, атрофией, по мере взросления ребенка. Действительно, есть определенные этапы, которые нужно преодолевать ребенку для того, чтобы развилась полноценная личность. То есть, грубо говоря, есть определенные возрастные рамки развития речи, если вы их упускаете, то речь потом не развивается. Мышление, абстрактное, стратегическое, тактическое мышление, тоже есть определенные этапы развития, если вы их упускаете, там, построение замка из кубиков, я не знаю, нанизывание колец на штырь, наверное, так это называется в пирамидке, то в конечном счете, в дальнейшем взрослый уже человек, он будет сталкиваться с тем, что он не может представлять себе какие-то абстрактные вещи, анализировать. Теперь, что по поводу раннего развития. Тут ситуация такая. Я, честно говоря, не привержен с раннего развития и работая в том числе с специалистом в области возрастной физиологии, сам я читаю курс по возрастной физиологии и психофизиологии, тоже не наблюдаем каких-то положительных моментов. Сейчас объясню, почему. Дело все в том, что ребенок – это не маленький организм, это вполне самостоятельный организм, который должен решать ровно те задачи, которые ставятся перед ним здесь и сейчас. И задачи перед ребенком ставятся простые. Вначале это познание мира путем прощупывания и оральной фиксации, то есть он берет все в рот, иногда тоже особо тревожные мамы. А обратите внимание, что тревожность, она будет повышаться после рождения. И действительно, как правило, вот очень много женщин после родов, они нуждаются в помощи психолога, объяснить им, что не нужно, ну, грубо говоря, тревожиться. Там окситоцин помогает в этом, да, немножко, но, тем не менее, тревожность крайне повышается. Такая патологическая даже становится. Так вот, они беспокоятся, что ребенок все берет в рот. Он должен брать. У него оральный период познания мира. Потом ребенок должен научиться себя обслуживать, то есть там завязывать шнурки, надевать одежду, там что-нибудь на себя, обуваться, причёсываться, чистить зубы. Он должен при помощи зеркальных нейронов научиться коммуницировать в том социуме, в котором он находится. И вот для этого его мозг, он поэтапно развивается. Если мы говорим о раннем развитии, то с чем мы можем столкнуться? Понятно, что мы можем нагрузить его всем чем угодно, поскольку, ну как говорят, мозг ребенка – это пластичный материал, и в него можно впихнуть всё – и английский, и испанский, и танцы, и фортепиано, и так далее, и тому подобное. Но оно будет впихиваться в ущерб чему-то, потому что мозг, он всё-таки имеет определенный этап развития и тот функционал. Поэтому вы можете потерять что-то в базовых функциях, а можете столкнуться с очень неприятной ситуацией. Дело все в том, что соматизация – это не тот процесс, который характерен только для взрослых. У детей есть тоже соматизация. И бывают случаи, когда дети, которые ходят на тысячу кружков в 4 года, потому что родители считают, что у ребенка не должно быть ни одной свободной минуты всего того, что это же ребенок, это мой ребенок, я должен в него вложить по максимуму. Они начинают тошниться в буквальном смысле, потому что они понимают, что это способ избежать дальнейшего похода куда-то. И понятно, что если рвотный рефлекс открывается у ребенка в детском саде, я просто рассказываю конкретные примеры. У ребенка в 4 года открывалась рвота при походе в детский сад. А потом, когда выяснились, когда сказали на воспитателю, вы понаблюдаете, что там происходит. Оказывается, ребенок, когда у него в один день детский сад, потом музыка, потом рисование, он, приходя в детский сад, заходит в спальню, пока никого нет, и два пальца в рот. Естественно, рвотный рефлекс, естественно, вызывают родителей, приходят родители и забирают ребенка, и все, в этот день он никуда не идет. То есть закрепляется вполне конкретная линия поведения, и я думаю, мне не стоит рассказывать, как это во взрослом состоянии будет проявляться. Это по сути то же самое. Человек будет при какой-то ответственной ситуации реагировать подобным образом, и вам придется с этим бороться. Как вышли из этой ситуации родители, кстати? Наверное, любопытно. Может быть, не только мне. очень просто. Когда они узнали, то, что я бы сказал, понаблюдайте, они узнали, они понаблюдали, я говорю, ну что вы решили? Они говорят, ну мы решили не реагировать на это. Я говорю, ну с одной стороны вроде бы как бы правильная ситуация, а что вы изменили в поведении, ну в жизни ребенка? Ничего. Мы просто не стали реагировать. Я говорю, ну таким образом через какое-то время вы получите еще одно проявление того, как организм будет противиться тому, что вы в него впихиваете такое количество всего, чего он не должен переживать в своем возрастном этапе. То есть раннее развитие, еще раз повторяю, вот агрессивное, да, по крайней мере, оно не очень хорошо влияет на развитие ребенка. Поэтому не надо спешить и в принципе ничего страшного в этом нет. Я даже вот на примере на своем могу сказать, я заговорил достаточно поздно. И педиатр мой, с которым я потом уже общался, в роман состоянии, он говорит, ты знаешь, я вот даже думал, что ты будешь очень плохо разговаривать. А вот так, зная себя близко, я понимаю, что тебя даже не заткнуть. Я говорю, да, вот иногда не нужно спешить, иногда человек зреет, и потом он возревает в нечто полноценное. И кстати, в терапии у вас то же самое, да, они будут такие спешалки, которые, вот я хочу быстрее, там, как же так, я отстаю от других, я реагирую неправильно. Не стоит прям вешать на себя какое-то клеймо, иногда нужно развить правильную доминанту. Так, дальше. Ирина, какие специалисты помогут определить, насколько пострадал мозг и организм в целом при длительном неврозе? 5-15 лет и более. Ну, слава богу, слава богу, при длительном неврозе органика там не развивается, как правило, и мозг не страдает. Конечно, для успокоения совести там можно сделать МРТ головного мозга и, в принципе, отведение потенциалов, но это делается только тогда, когда есть какая-то именно симптоматика серьезная, то есть, грубо говоря, тинитус появляется на фоне невроза, шум в ушах, откровенно, или двоение в глазах, или пролечи, когда мы говорим о том, что да, вот возможно, там есть деймилинизация головного мозга, и чтобы исключить вот это, мы делаем исследование. А так, в неврозах, к сожалению, с этими внутрилличественными конфликтами, как и говорю, люди могут жить десятки лет. И потом, когда они приходят к специалисту и сидят такие, говорят, почему у меня это произошло? И ты сидишь и думаешь, вообще, почему так поздно это произошло? Ведь могло быть гораздо и раньше. то есть ваш организм еще очень ресурсный, что в этом внутрилличественном конфликте просуществовали такой промежуток времени. Так что нет, слава богу, если мы говорим про неврозы, они сейчас не относятся к органическим патологиям. Это действительно функциональное нарушение. И если только есть симптоматика, связанная с телом, то тогда могут назначить исследования, а так можно и без них. и то назначают, говоря уже пациенту, что вы знаете, для успокоения скорее всего у вас этого нет. Хотя были случаи, еще один случай из истории, с практики, когда женщины диагностировали, прямо диагностировали по всем признакам боковой амиотрофический склероз на начальной стадии, по всем тестам у нее показал. но это та болезнь, которая методом исключения, то есть нет специфической какой-то симптоматики, методом исключения она определяется на раннем этапе. Но в итоге оказалось, что у нее баса нет, а банальная истерия и усталость. Мама молодая, папа не помогает, то есть уходит на работу, не помогает, а она физически устала. И у нее стали отказывать конечности. Вот по всем тестам физиологическим, которые есть для этой болезни, у нее вроде бы бас. Ну на фоне него естественно возникает депрессия, а когда стал работать уже психотерапевт, ну говорю, да вы знаете, у вас и не бас никакой. У вас просто вот такой момент глубокой астенизации симптоматики, развившейся в дальнейшем. И потом уже буквально там две недельки она полежала, отдохнула, с ней поработали, и она уже вышла вся здоровая, замечательная в свою стрессовую среду. Да, среда-то не поменялась. Так, вопросы есть? Пока нет. Тогда двигаемся дальше. Мы с вами условили, что клетка это прям вот организм, и она работает как организм, и там есть что-то внутреннее. Так, что есть внутреннее непосредственно у нашей клетки? Наша клетка, она имеет внутреннюю среду, как и организм человека. Если мы его вскроем, то что мы там увидим? Органы, а в чем органы находятся? В крови. Прям вот вскроем, кровь там хлынет, да? Мы у нас все-таки система замкнутая, сосудистая, жидкость, межклеточная жидкость, межтканевая жидкость, там жидкость. Вот как я всегда говорю, надо понаблюдать, как выглядит патологоанатом за работой. Как он одевается? Перчатки, фартук, да? То есть мы понимаем, что это не так, как в американских фильмах, там какие-нибудь сексуальные девушки на шпильках вскрывают труб в обычных перчатках, да? Нет, это все банально. Резиновые сапоги, фартук, перчатки. Почему? Потому что органы плавают в жидкости. Для чего нужна эта жидкость? Защита, влажность, амортизация, терморегуляция, ну там множество вот этих функций. И вот если мы вскрываем клетку, там тоже есть своя внутренняя среда, которая называется цитоплазма. Вот здесь обозначен таким желтеньким цветом. Вот это вот цитоплазма. Она структуры золя, то есть такая гелиообразная. Для чего это нужно? Это необходимо для того, чтобы органоиды клетки, как у нас органы, здесь органоиды, они могли находиться во взвешенном состоянии, не мешать друг другу. Но при этом, когда мы с вами оказываем давление на клетку, то эти органоиды, они смещаются друг относительно друга и таким образом не травматизируют себя. Опять-таки, к вопросу о том, насколько устойчив организм. Вот прям вот даже на таком уровне можно объяснять своим клиентам, когда они боятся, что «А если вы мне сказали преодолеть страх, и меня кто-то толкнет, я боюсь переломать руки, например, мне сломают руки». И объясняйте, не сломайте. У нас вот такая пластичность, что не сломайте, не бойтесь, я вам не посоветую плохого. Почему? Потому что я от вас как минимум финансово завишу. Почему мне советовать-то плохого, Вы переломаете руки, кто ко мне ходить будет? Так что, ну, понятно, эту мысль мы не озвучиваем, а вот на таком уровне мы объясняем. Хорошо. Что еще есть у клеток? Есть, конечно, цитоскелет. То есть вот у нас есть скелет здесь такой красивый, Ну, он такой прям плотный, с костей. А там есть скелет. Этот скелет, он белковый, то есть там есть молекулы белка, и вот эти молекулы белка, они как раз-таки придают каркас клетке. Что интересно, это прям тоже момент, завязанный дальше на наших лекциях, что если я надавливаю на руку, то что происходит с этим скелетом? Ну, разрушается он, конечно, я же оказываю давление, но он разрушается. Я отпускаю, значит что? Восстанавливается. Мне требуется для этого энергия? Конечно. Причем, знаете что? На базовый метаболизм энергии требуется больше всего. Вот больше энергии мы тратим на то, чтобы просто существовать. Не умственно работать, не физически, а просто существовать. Следовательно, когда опять-таки приходит клиент, и вы ему говорите, знаете, вот у вас там астенический синдром, полежите дома, отдохните. я не могу, я должен работать, я должен там что-то делать, ля-ля-ля, я так не могу, меня это угнетает. Вы объясните, на клеточном уровне вы работаете всегда. Вот ты ляг на один бок, одни клеточки разрушил, перевернулся на другой бок, другие клеточки разрушил, в этих надо уже цитоскелет восстанавливать. Поэтому вы смело можете домочадцам сказать без зазрения совести, вместо того, чтобы ругать меня, что я валяюсь на диване, лучше приготовь мне поесть, мне энергия нужна. Я сейчас перевернусь опять, мне опять потребуется ресурс. Это очень важно, ресурсность организма. Потому что, как правило, люди оценивают свои затраты, ну, грубо говоря, сколько я выдохнул или потратил калорий на беговой дорожке. Но вот я, бегая на беговой дорожке, там, я не знаю, во время разминки на фитнес-тренировке на пульсе 150 ударов в минуту, трачу, я посмотрел, ну, максимум 110 килокалорий. Это ничто по сравнению с тем, что я трачу в течение дня просто хотя бы, чтобы жить и наслаждаться смогами Москвы, да, что называется. Так что нет, вот это нужно, конечно, проговаривать. Хорошо. Какие есть органоиды клетки? Давайте с вами посмотрим. Центральный органоид — это ядро. Что там есть в этом ядре? Самое интересное, там хранится генетическая информация, как вы помните. И вот здесь самая большая проблема наша. Сейчас объясню, почему. Дело все в том, что генетическая информация — это вот наша ДНК. Но она настолько огромная, и там очень много вот этих вот генов сосредоточено. Там же гены, которые были раньше, гены, которые работают сейчас, и гены, которые будут работать в будущем. И это и дает вот то самое разнообразие, которое мы с вами получаем с нашими клиентами по состоянию здоровья. Потому что, ну, не всегда приходят люди именно с психологической проблемой, как первоисточником. Иногда проблема бывает анатомо-физиологическая, то есть, грубо говоря, там какой-нибудь гипертрихоз или полидоктилия, там излишнее волосение или там наличие шестого пальца. Да, ну вот не удалили в детстве, вот он, шестой палец имеется. Или там развитый копчиковый отдел позвоночника, или еще какая-то деформация. И вы понимаете, что не любую из них можно убрать при помощи операции. И это угнетает человека, потому что ему кажется, что он, опять-таки не кажется, что он не такой, как все. То есть иногда источник тревожности не психика, а тело. И здесь, да, мы говорим, да, действительно, вот у нас такой генетический материал, который вот иногда срабатывать не так, как хочется. И есть гены, например, я всегда утешаю, есть гены, которые работают на будущее. То есть эволюция, она проверяет. И вот если вот, представьте себе, вот если вы выживете, будете жить так, как вы хотите, с вашими вот особенностями, которые есть, то это говорит о том, что все, вы, по сути, первопроходец с этим признаком, и значит, этот признак может дальше что? Развиваться, значит, он для чего-то нужен. То есть мы не всегда можем сказать, почему это появилось. Это помогает человеку, становится действительно как-то легче, когда ему покажешь статистику, что он не один, как правило, эти гены, они начинают активироваться в разных частях света. То он понимает, что да, он никакой на самом деле не полноценный, а очень даже полноценный, даже с плюсом каким-то, которого нет у остальных. Правда, конечно, мы не знаем, для чего ему это сейчас нужно, но, видимо, нужно. Но вот генетика такие фишки может делаться. Здесь вот это можно им объяснять. Как реализуется генетический материал? Дело в том, что в ядре есть такие органоиды, которые называются ядрышки. Видно. Вот они, ядрышко, видите? Такой красивый органоид, ядрышко. Так вот, в чем суть этого ядрышка? Дело в том, что в ядрышке образуются частицы органоиды под названием рибосомы. Вот здесь они изображены, как такие невзрачные точечки. Точечки, вот они. И эти рибосомы, они отвечают за реализацию генетического материала. То есть у нас есть молекула ДНК. Она достаточно огромная. И понятно, что весь этот потенциал мы использовать не должны. Но то, что нам нужно, мы считываем в виде коротких цепочек, которые называются РНК. И вот эти вот РНК при помощи рибосом синтезируют белки. Белок – это признак. Поэтому, когда мы говорим о каком-то нарушении, там всегда написано деформация какого-то белка. То есть не выработка, либо плохо выработан этот белок. Или когда мы говорим о препаратах, что он так-то, так-то воздействует на белковую структуру. Это все как раз-таки связано с рибосомами и вот этими молекулами РНК. А тут дальше еще одна ситуация, которая проблемная. к вопросу о том, как развиваются некоторые патологии и почему лекарства могут не действовать. Вот эти вот белки, мы их синтезируем на рибосомах. Вот они, видите, рибосомы из двух единиц состоят, которые собираются в ядрышке. Вот он, белок, синтезируем. Мы его синтезируем. Но мало его синтезировать. Белок нужно еще грамотно упаковывать. Для этого есть специальные структуры, они называются с шоперонами. И в принципе они, как правило, справляются со своей работой. То есть они правильно делают конфигурацию белка, белок устраивается в организм, организм нормально работает. Но если шопероны нарушают свой функционал, то мы сталкиваемся с так называемыми шоперонными нарушениями. То есть белок закручивается неверно. Он некрасиво закручивается. И это приводит к разрушению организма, к нарушению функционала. Здесь представлен как раз-таки снимок головного мозга человека здорового и человека, страдающего с шоперонами нарушений. Посмотрите, мозг уменьшен. То есть, как вы понимаете, высшие психические функции, они там что? Угнетены. Следовательно, это вот как раз-таки один из ваших клиентов будет для того, чтобы бороться с депрессией, с какими-то нарушениями и так далее. Плюс препараты. Тоже не все имеют, так сказать, правильную закрученность. Это тоже долго не могли обнаружить. И, грубо говоря, если препарат по своей закрутке молекул не совпадает с тем, как у вас, то он действует, что не будет, и его нужно менять. Но вот такие ситуации есть с препаратами, а психотерапия, психиатрия – это вообще проблема. Вот мы с психиатрами это очень часто разбираем, что почему один препарат действует так, другой действует эдак, хотя, в принципе, эффект должен быть одинаковый. Непонятно. Ну, непонятно пока что. Скорее всего, может быть, где-то что-то с этим связано. Хорошо. Вот эти рибосомы, они у нас с вами синтезируют белок и скапливаются они вот на такой сети, внутренней сети клетки. Это наподобие нашей сердечно-сосудистой сети. Да. Вам видно? Мне тоже стало видно. Даже получше, да. Так вот, вот эта вот эндоплазматическая сеть, внутренняя сеть, та, которая содержит рибосомы, она, получается, отвечает за синтез и транспорт белка. То есть она транспортирует эти вещества к тем органоидам, которые нуждаются. Есть еще гладкая сеть. Вот она здесь выглядывает, такая паутинка. Там будут синтезироваться жиры и углеводы, которые необходимы клетке и тоже транспортироваться. Это очень важный момент. Сейчас я объясню, почему. Почему я на этом акцентирую внимание. Получается, исходя из этого, что каждая клеточка может синтезировать те вещества, которые ей что? Нужны. Люди, которые доходят до невротического состояния и считают, что им четко нужно поглощать то, что требуется организму, они могут столкнуться с такой ситуацией, что организм вообще-то из его функции обмена веществ вообще может потреблять все, что угодно. Из того, что угодно, синтезировать то, что ему действительно нужно. То, что ему действительно нужно. Однако это происходит не всегда. у нас в организме есть процессы старения, которые запускаются достаточно рано. Вот увядание кожи, оно начинает запускаться после 25 лет. А старение организма начинает активироваться где-то активно после 30 лет. Тогда мы сталкиваемся с аркопенией, то есть мышечной слабостью, снижением выработки гормонов. Почему? Дело все в том, что после 30 лет у нас с вами гипоталамус, отдел головного мозга, который отвечает за регуляцию организма и стабилизацию. Мы о нем еще будем говорить. Он десинхронизирует организм. Не синхронизирует, как было до этого, а десинхронизирует. Он посылает специальные пузырьки, так называемые экзосомы, с веществами, которые нарушают функционал. Поэтому большая часть нарушений в организме человека и случается после 30 лет и как снежный ком начинает накапливаться. Это связано с тем, что по факту после 30 лет с биологической точки зрения, как считают эволюционисты, наш организм теряет интерес, точнее эволюция теряет интерес к нашему организму. Поскольку репродуктивная функция начинается где-то с 15 лет, активно уже, и по факту 30 годам у тебя уже потомство, которое также может продолжать твой род, то значит ты уже малоинтересен. после этого возраста, после этого этапа, бывают такие ситуации, что несмотря на то, что вы делаете все, что нужно, вы в обмене веществ получаете абсолютно противоположный результат. Ну, условно говоря. Вы будете потреблять кальций для того, чтобы была крепость костей, но кальций пойдет не в кости, а в клапаны сердца, в сосуды. Вы будете потреблять, я не знаю, там какие-нибудь полезные жиры, но они пойдут не туда, куда нужно. И вот это тоже нужно доносить информацию до людей, потому что сейчас очень такая большая паника того, что мы стареем. Никто не хочет стареть, никто не хочет умирать, все пытаются как-то омолаживаться. Но вот им нужен физиологический момент, иногда нужно объяснять, говорить, что да, вот такие процессы, они происходят, они пугать вас не должны, это не значит, что вы должны все бросить и не стараться, но это не нужно воспринимать как некую катастрофу, это вот как естественное физиологическое течение жизни, как это король лев, это круг жизни так называемый. Так вот, но в идеале, еще раз, у нас, слава богу, каждая клетка, вне зависимости от того, что вы поедаете, она может синтезировать те вещества, которые ей необходимы. Иногда процесс нарушается даже в клетках головного мозга, и вот тогда действительно назначаются препараты. Клиенты очень боятся препаратов, пациенты очень боятся препаратов, потому что они считают, что, знаете, какой-то психологический барьер. Я пришел к психологу, значит, я и так уже почти псих, а если мне еще назначают что-то, это точно все, значит, у меня вообще проблем неимоверное количество. На самом деле нет. Вам будут читать лекцию потом по препаратам и по психотерапии, но вы увидите, что часть препаратов, они никак сильно не влияют на работу мозга, а они просто иногда помогают клеткам, ну, что называется, забрать те вещества, которые они излишне выделили. То есть это их же вещества, и препараты помогают их же, твои же вещества вернуть тебе назад, чтобы ты мог их рационально использовать. То есть иногда вот такая помощь нужна. И чем старше человек становится, тем больше вероятности, что такая помощь потребуется. И поэтому, когда он начинает переживаться, вы говорите, ну, знаете, вот просто раньше ваш организм обладал большей ресурсностью, сейчас он обладает меньшей ресурсностью. И иногда ее нужно поддерживать. Вы же, собственно говоря, когда у вас ноги болят, не будете носить модельные туфли, да, вы постараетесь надеть кроссовки и прогуляться в них. То есть вот, по сути, та же самая ситуация. Ну, практически, конечно, та же самая, ну, по крайней мере, это вот с этой моделью работает. Для того, чтобы синтезировать что-то клетки, нужны биологически активные вещества. У нас с вами есть две активные группы, такие известные биологически активных веществ, как гормоны и ферменты. Гормоны – это те соединения, которые запускают процессы и останавливают, а ферменты – это те вещества, которые будут ускорять процессы. У нас в организме за это отвечают железы. Поджелудочная железа, надпочечники, мы будем о них говорить. Это как раз-таки тема уже следующей лекции. А что касаемо клетки? В клетке есть специальные, опять-таки, комплексы. С одной стороны, это синтезирует эндоплазматическое, с другой стороны, комплекс Гольджи. Он образует секрет. То есть, по сути, это внутренняя железа, клеточная железа. Он образует секреты, как написано в биологии, но это как раз-таки гормон и фермент. И эти секреты, они упаковываются в пузырьки под названием лизосомы. Лизосомы. От слова лизис – растворение. То есть, это наша пищеварительная станция. Все, что проникает внутрь клетки, оно попадает в лизосомы и растворяется в этой лизосоме. Плюс еще есть пероксисомы, о которых мы с вами упоминали. И для всего этого требуется что? Энергия. Энергия, которую нам дают митохондрии. Наши энергетические станции. И вот мы питаемся белками, жирами, углеводами и по факту обеспечиваем работу митохондрий. Опять-таки, это обмен веществ, о нем мы будем говорить чуть позже. Ну и завершает строение клеточный центр или центриоль, который активно участвует в делении. К сожалению, те клетки, которые мы будем рассматривать в нервной системе, они не делятся. То есть, нейрогенез его периодически упоминают в литературе, но потом все-таки отступает. Была информация, что у нас клетки гиппокампа вроде делятся, что у нас клетки мозжечка вроде делятся, но потом опять-таки пришли к выводу, что скорее всего клетки не делятся, а именно увеличивается их объем белого вещества либо количество отростков. Это действительно может происходить, и за счет этого изменяется объем мозга. Это очень важно, кстати. Суть в том, что действительно объем мозга в течение жизни может изменяться в зависимости от того, что вы делаете. И если вы ничего не делаете, то он будет уменьшаться. Если вы что-то начинаете делать, то он может увеличиваться. То есть, это не сказать, что прям железобетонная какая-то структура. Он действительно может изменять свой потенциал и свои какие-то масштабы под действием занятий. Там память, физическая нагрузка и так далее и подобное. Какие вопросы по клетке? Нет вопросов. Сейчас посмотрю, там в чате есть, нет? Вот вопрос. Юлия, скажите, пожалуйста, восстанавливаются нервные клетки? Сами клетки нет, но, как я сказал, это не должно нас беспокоить, потому что их у нас большое количество, там 90 миллиардов. А что касаемо отростков, они восстанавливаются, они восстанавливаются достаточно хорошо, и если бы этого не было, то мы бы с вами не могли бы там запоминать какую-то информацию, мы не могли бы с вами ковыряться в наших воспоминаниях, двигательные навыки осуществлять и так далее. То есть это восстанавливается. И еще раз, пугаться, то, что погибает нервные клетки, не стоит. То есть тут интересен момент именно в самих отростках, чтобы они нормально функционировали и могли спокойно восстанавливаться, регенерировали. Вопросы есть? Да. Хотела уточнить вот по предыдущему слайду вопросу. Эти вот шоперонные нарушения, они на каком исследовании видны? Это МРТ или? Нет, ну на МРТ, конечно, уже видны последствия, а сами шоперонные нарушения, они будут видны вначале в том, что идет изменение обмена веществ. То есть происходит нарушение процесса обмена веществ. У нас очень много есть в организме сюрпризов. С одной стороны, это вот шоперонные нарушения, в конечном счете там даже образование прионных болезней, мы тоже их упомянем в лекции по иммунной системе, то есть когда неправильно закрученные белки начинают неправильно работать, вызывая прионные болезни. вирус коровьего бешенства, слышали, наверное. Это не вирус, это прионная болезнь, то есть организм начинает синтезировать как раз-таки неверные белки, которые начинают разрушать нервную систему и разрушать весь организм в целом, в дальнейшем. почему возникают вот эти нарушения, никто не знает, но если они развиваются, то, как правило, это лавинообразное течение и прогноз неблагоприятный, то есть в принципе там гибель наступает в ближайшие несколько лет. Почему? Ну вот неизвестно, возможно какое-то накопление мутации, возможно какой-то ген или еще что-то. Здесь мы можем только опять-таки работая с клиентами, которые начитаются всякой информацией, у нас же, как вы знаете, есть синдром трое в лодке, не считая собаки, когда прочитаешь все болезни и все болезни у тебя вылезают, кроме гнойной лихорадки пятки, потому что гноя нет на пятке, а так-то у тебя все присутствует. Так вот, тут можно просто сказать, что да, чем вы больше будете тревожиться, чем вы больше будете находиться в состоянии стресса, тем больше вероятность снижения вашего иммунного статуса. Мы это потом будем проходить более детально, как это происходит с точки зрения физиологии, и тогда, да, вероятность, конечно, может повыситься, но так она крайне ничтожно мала, но быть может, если случается, то здесь с этим нужно как-то справиться, и с этим нужно жить, хотя с шоперонными болезнями там, ну, в всяком случае, с прионными болезнями там даже людей близко не подпускают, если есть очаг поражения, потому что неизвестно, как передаются. Это связано именно с кортизолом? Кортизол это как такое, знаете, условный маркер делался в том, что стресс это не специфическая реакция на какие-либо раздражители, и задача организма, мы сегодня будем об этом говорить, в том, чтобы как можно быстрее все это преодолеть. В этот момент подключаются те системы и гормоны, которые позволяют мобилизоваться организму и преодолевать это. Да, кортизол, адреналин, норадреналин, тероксин, это те гормоны, которые способствуют нам это благоприятно преодолевать. Тут вопрос к тому, чтобы они долго не задерживались, знаете, как с гостями. То есть нам было, конечно, интересно, нам было весело и любопытно, но если вы будете здесь слишком долго, то это будет утомительно. И вот тут такая же ситуация, причем повышенная концентрация только кортизола не свидетельствует о том, что вы находитесь в состоянии хронического стресса, потому что иногда люди говорят, ну вот типа у меня, наверное, стресс, дам-ка я анализ на кортизол. Кортизол может быть повышен, но, во-первых, там с этими гормонами ситуация неоднозначна в плане их циркуляции в течение дня, а во-вторых, даже повышение одного гормона не свидетельствует о том, что вы находитесь в каком-то негативном состоянии. Организм – это очень сложная структура, и там должна быть определенная цепочка событий. А если какой-то один показатель повышается, это еще не говорит о том, что вы больны. Я приведу вам даже пример, один опять-таки из практики, но тут уже физиологический момент, когда женщина пожаловалась на симптоматику неврологическую, ей просто назначили МРТ, ну как была возможность, назначили, она пошла с дела, и у нее обнаружили звездочки в головном мозге. Звездочки на МРТ – это признак так называемого рассеянного склероза, то есть когда начинается деэмилинизация, то есть разрушение жировой оболочки нейронов. Ее 10 лет лечили от рассеянного склероза, которого у нее не было. Просто особенность. А почему не было? Почему поняли, что не было? Ну, во-первых, эта симптоматика ушла, а во-вторых, никаких изменений за 10 лет вообще не наблюдалось. И потом ее психотерапевты были вынуждены доставать из состояния, что она не больна, потому что она за 10 лет смирилась, что она больна болезнью, которая не лечится. Поэтому анализы, исследования, они, конечно, хороши, но они никогда не носят абсолютно характера. Иногда это вот именно чувство симптоматики, которое есть у самого человека. И в неврологии это очень хорошо заметно. Там придет человек с грыжей межпозвонковой, если у него нет симптомов, то никто не будет его лечить. А зачем? У вас же нет симптомов. Ну да, есть грыжа, а что вы предлагаете? Операцию делать, когда нет симптомов? Или как на консультацию приходит человек, да, и говорит, я больной или здоровый? Знаете, ну вот физиологически я вижу, что вы вроде нормально. А вот больной или вы здоровый, это вы уже сами будете считать. Будете здоровым, буду разговаривать с как здоровым. Будете больным, буду разговаривать с как с больным. Потому что, ну вот, никаких моментов, подтверждающих ваше здоровье или болезнь, на данный момент нет. Мы работаем с нуля. Так что кортизол, еще раз говорю, да, он как маркер, но не стопроцентный. На него тоже упираться не стоит. Вот когда там все изменено, вот тогда да, тогда мы уже говорим о том, что стресс, он влияет сильно на метаболизм организма здесь сейчас. Когда только кортизол повышен, может быть, особенность самого человека. Пожалуйста, еще вопросы? Нет, в чате. Евгений Фрост, строение клетки. Будет вопрос на зачете, насколько подробно нужно будет рассказывать. Благодарю. Ах, вас зачет все интересует. Я-то думал, знания. Зачет всех интересует. Строение, да, мы будем говорить с вами о строении клеток, потому что так или иначе это связано с функционалом организма, но не в таких подробных чертах, само собой. Сергей, есть люди, которые едят мел, песок, кирпич, с какими клеточными нарушениями, обменом это может быть связано. Дело все в том, что здесь есть несколько моментов. Иногда человек ест, потому что ему хочется есть. Иногда он ест что-то нестандартное, потому что у него действительно есть проблемы, и он как-то пытается решить через вот эту нестандартную ситуацию. Иногда, да, в организме не хватает каких-то веществ, и действительно может открыться пищевое поведение, которое направлено на поглощение этих веществ из доступных каких-то продуктов питания. Ну, конечно, кирпич не самый доступный продукт питания, но, тем не менее, вот это заметно очень хорошо у беременных. Некоторые беременные, они начинают есть кто мел, кто-то жевать гудрон. Самое такое вот, то, что я слышал из экстраординарного, это запах рельс. То есть, вот, да, женщина прям выходила ночью на трамвайные пути и нюхала рельсы. То есть, вот, ей вот не хватало этого запаха, но все это решается, на самом деле, очень легко. Назначаются специальные витаминно-минеральные комплексы для беременных, и все это стабилизируется, слава богу. Иногда организм действительно может подавать сигнал о том, чего ему не хватает. И этот сигнал нужно научиться прислушиваться, правда, конечно, не значит, есть мел, да, можно из других продуктов потребить какие-то элементы, но тем не менее, это звоночек, это очень наглядно работает в психотерапии, наглядно работает в психологии, потому что наш организм, он всегда посылает нам сигналы, когда мы устаем, чего мы хотим сделать здесь и сейчас. иногда это просто пойти в кинотеатры, иногда сходить в ресторан, иногда просто полежать на диване, почитать книжку или посмотреть сериал, и не нужно этого бояться, потому что большая часть людей запугана, что если они что-то сделают для себя, то в конечном счете это будет плохо, и они начинают себя гнобить. Опять-таки вот этот конфликт, я не привык делать для себя, но я хочу что-то сделать для себя, но я не привык, но я хочу, поэтому я, скорее всего, не сделаю, но ведь я хочу. И вот начинается вот эта вот вереница, знаете, так что тут такой момент очень скользкий, иногда если хочется, то можно есть. Так, все, вопросов здесь нет, едем дальше тогда. Наши клетки, они объединяются в организме и формируют уже следующий уровень, это уровень тканей. Ткань это совокупность клеток, имеющих общее происхождение, схожее строение и выполняющие единую функцию. Выделяет несколько типов тканей, есть так называемая эпителиальная ткань, первый блок, клетки плотно прилегают друг к другу, межклеточного вещества мало. Что такое межклеточное вещество? Из чего оно будет состоять? Вода, а еще что? Ну, жира там нет, жир это гиподерма, это отдельный вид ткани. Ну да ладно, как будто всем 16 лет, никто не знает, как удерживается вода в организме. Девушки, соли, а если быть еще смелее, то еще какие вещества вспомните? Это уже экстремизм, гормоны, нет, в самой ткани что должно быть? Кислород. Вот, вот, уже просыпается, да, просыпается знание о коже. Коллаген, но коллаген не удерживают, но он находится в ткани, коллаген что делает? Нет, это эластин, там есть еще эластин, есть коллаген, есть эластин, это разные белки. коллаген, он придает упругость, а эластин придает эластичность, эластичность это способность принимать исходную форму. А воду-то что удерживает? Правильно, гиалуроновая кислота, ну пора уже знать, да, иначе, что же будет-то с нами через несколько лет. Гиалуроновая кислота будет удерживать воду. Вода, минеральные соли, соли тоже удерживают воду, мы это будем обсуждать в кровеносной системе. Гиалуроновая кислота, коллаген и эластин. Вот основы межклеточного вещества. Далее, что относится к эпителиальной ткани? Кожа, волосы, ногти, это эпителиальная ткань. И здесь такой момент, тоже психологический в какой-то степени. Кожа, волосы, ногти, это какая ткань? Там какие клетки? Мертвые. Клетки мертвые, но за ними вы ухаживаете как ни за кем. Это очень часто бывает, да, вот иногда человеку говоришь, понимаешь, у тебя вот ты там принимаешь много чего там для улучшения своей кожи и так далее. Чего? Тревожный обратный отчет, да, пошел? Так вот, соответственно, говоришь, ну вот ты принимаешь столько всякой гадости, ты понимаешь, там комплекс витаминов и так далее для кожи. У тебя там уже и печень начинает страдать, и почки, уже нарушения в анализах пошли, изменения. Она говорит, нет, зато у меня кожа будет красивая. То есть вот это психология. Психология. Обратите внимание, женщинам всегда нужно ухаживать за чем-то слабым, в данном случае мертвым, потому что таким образом реализуется что? Материнский инстинкт, потребность. Это опять-таки к вопросу, я не специалист в изменах, подчеркиваю, да, но опять-таки к вопросу о том, почему иногда бывает такая ситуация, когда успешный муж, а она уходит к какому-то вот, ну, я не знаю, не совсем успешному человеку. Ну, потому что с ним я ощущаю себя женщиной, я могу ему что-то приготовить, там, поухаживать за ним, а этот, вот, ходит там самодостаточно, еще и деньги мне приносит, в лицо тысячи, да, типа, я так себя не ощущаю, я как рабыня, какая-то содержанка, а здесь я вот женщина, я себя ощущаю. То есть, этот момент есть, ну, на самом деле, кроме что-то, конечно, не только кожа, это эпителиальная ткань, слизистая оболочка, это эпителиальная ткань, железы, это тоже эпителиальная ткань, я подчеркиваю, сейчас объясню, почему. Особенность эпителиальной ткани, в отличие от остальных, в том, что она очень быстро регенерирует, очень быстро восстанавливается, и железы здесь упомянуты не случайно. Иногда с железами возникают проблемы, понятно, там увеличение, уменьшение, какое-то воспаление, и люди, поскольку они тревожны, они всегда хотят найти какую-то пилюлю, вот дайте мне препарат, чтобы у меня там с железами все было нормально, а врач может сказать, не, не надо, зачем, посиди на диете, человек не удоумевает, а почему, вот как бы, у меня же воспаление, там изменения, ну, потому что железы могут восстановиться сами, то есть не обязательно что-то принимать, не обязательно вгонять себя в тревожностью, иногда можно вот спокойно подождать. Вот я даже, как-то мне в свое время назначили ввези щитовидной железы, я после тренировки пошел его делать, мне делают эндокринолог такой, не очень честный, он говорит, вы знаете, у вас она увеличена, вам нужно вот там то-то, то-то, то-то обязательно сдать. Я говорю, да нет, мне ничего не надо сдавать. Он говорит, ну, в смысле у вас щитовидка? Я говорю, щитовидка – это та железа, которая в принципе мобильная. Сейчас она увеличена, завтра она у меня уменьшена. Это как артериальное давление. Если я приду после тренировки измерять, то, конечно, у меня будет не 120 на 80. Я это прекрасно понимаю. Так что ничего критичного нет. Никаких узлов нет, никаких опухолей нет, значит, все хорошо. Можно жить дальше. Ну, конкретно в моем случае это было. Вторая ткань. По характеристике она отличается от аптериальной. Это соединительная ткань. Клетки, расположенные рыхлыми, межклеточного вещества много. Что относится к соединительной ткани? Костная. Соединительная ткань объединяет организм, образуя скелет. Связки. Хрящи. Это все соединительная ткань. Кровь. Тоже соединительная ткань, но она жидкая. Там клетки в буквальном смысле плавают. Настолько много межклеточного вещества. Жировая ткань. Она тоже соединительная. Она объединяет не только организм, но, как я всегда говорю, организм по интересу от нее избавится. Тут, правда, такой момент. Жировая ткань имеет очень интересную гистологическую историю. Подкожно-жировая клетчатка, которая у нас образуется в коже, подкожа, вот этот жирок, это раньше были органы кроветворения, которые просто утратили свою функцию, поскольку у нас появились специфические органы, и заместились на жировую ткань. По мере взросления у нас красный костный мозг в костях, который отвечает за кроветворение, он теряет такую роль в большом масштабе, как у детей, и тоже замещается на жировую ткань. Поэтому кровь и жир, они тесно взаимосвязаны друг с другом, и от жира избавиться практически невозможно. Вот эти вот клеточки, они способны увеличиваться, уменьшаться, даже если вы удалите часть клеток. Там есть клетки-предшественники, которые обязательно переродятся, и будут дальше доставлять вам наслаждение в этом вопросе. Так что здесь вот такой момент, что мы всегда должны менять целиком образ жизни и мышления, нежели бороться с какой-то симптоматикой. Далее. Мышечная ткань. Клетки образованы мышечными волокнами, способны возбуждаться, сокращаться. Это скелетная мускулатура, сердечная мускулатура, гладкая мускулатура. Мы будем их упоминать, в наших лекциях есть эта информация. И последняя ткань, я специально ее задвинул последней, это нервная ткань, поскольку мы ее будем изучать в ближайшее время. Клетки, состоящие из отростков, способны возбуждаться и передавать возбуждение. То есть вот это вот целевое наше приложение на ближайшие несколько часов. По тканям есть вопросы? Нет? Ольга, какие изменения происходят в организме, когда с возрастом происходит изменение реакции на алкоголь? От медленного пьянеет, и много надо выпить, к быстрому пьянеет, и достаточно чуть-чуть. И наоборот, быстро к медленному. Все меняется, и наши механизмы ферментативные, и работа нервной системы, ее устойчивость к интоксикации, она тоже будет изменяться. То есть тут мы говорим, да, действительно, об изменении, о процессе старения организма. Поэтому иногда требуется уже меньше алкоголя для того, чтобы пьянеть. Но тут всегда, я говорю, есть большой плюс, зато можно на него не разоряться. Ткани, они объединяются и формируют часть тела, которая называется орган. Орган состоит из всех четырех типов ткани, но лишь одна ткань ведущая. И это на самом деле очень важно понять. Сейчас объясню, почему. Я вам нарисую орган и разберем, что за чем идет. Итак, снаружи у нас с вами орган покрыт соединительной тканью. Так называемые фасции, соединительная тканная оболочка, соединительная ткань. Внутри, если мы говорим про пол и орган, имеется гладкомышечная ткань. Это может быть сосуд, это может быть кишечник, без разницы. Гладкая мышечная ткань. То есть мышечная ткань. Изнутри орган выслан слизистой оболочкой. Слизистая оболочка. Это у нас эпителиальная ткань. Но еще каждый орган нужно что? Стимулировать. То есть к нему подходит нейрон. Нервная ткань – это нервная ткань. И так устроен каждый орган. К какому выводу мы можем прийти? Вот он, такой не очень красивый, но стимулирующий. Вот он нейрон с отростком. Нет, там на самом деле несколько, но на схеме достаточно указать одного, чтобы понять суть. Там будет афферентный, афферентный. О чем нам это говорит? Ни о чем. Не говорит вообще. О чем мы говорили с вами. Люди, они, вот как раз-таки к вопросу, да, о ноге. А почему у нее тревожность-то не проявилась? Почему у нее нога проявилась? И тревожность, скорее всего, проявилась. Просто если у вас есть какие-то проблемы с нервной системой, то, конечно, вы можете почувствовать какие-то ощущения от какого-то органа. От какого органа? От любого органа. Потому что нервы, они стимулируют абсолютно все органы. И искажение чувствительности может появиться от абсолютно любого органа. Если у вас есть проблема с каким-то органом, то рано или поздно это может привести к угнетению работы нервной системы. Потому что органы с ней тесно что? Взаимосвязаны. Почему я говорю, что иногда нарушения наблюдаются как, грубо говоря, первично созревшие в самой нервной системе. А иногда человек к вам приходит, потому что у него есть нарушения в органе. И понятно, что это его угнетает. Но вы ничего не можете сделать с его органом. Но вы можете там изменить его восприятие. Например, там боль. Да, вот там грыжа какая-нибудь, я не знаю. Или шиас развивается. Соответственно, ничего ты с этим не поделаешь. Вот он пьет обезболично, но это угнетает его жизнь. Это ему мешает. И порой, да, действительно, ты объясняешь, что само собой это угнетает. Потому что получается сигнал по нервной системе. Но давайте с вами научимся этот сигнал как-то по-другому интерпретировать, обрабатывать. Вот я сегодня упомянул вот этот тинитус. Не знаю, слышали об этом до этого или нет. О таком симптоме. Как говорится, его симптом тысячи диагнозов еще называют. Это когда появляется шум в ушах. И не всегда есть возможность понять, от чего это. Как правило, это связано с напряжением, с каким-то. Но иногда вообще ответа не найти. То есть человек сканирует, проверяет. Ну вот есть у него этот писк. Более того, я могу сказать, если вы будете сидеть в тихом помещении, или даже сейчас зажмете свои прекрасные ушки, козелком прикроете, да, входное отверстие, то вы услышите этот писк. Только вы на нем никогда не акцентировали внимание. А вот представьте, что если у вас тревожное состояние, и этот писк, вы на нем акцентировали внимание, вы сформировали доминанту. К чему это приведет? Вы с ума сойдете. Ну на самом деле вы сойдете с ума, потому что вам кажется, что этот писк, он везде. И иногда это, правда, бывает там связано с опухолем мозга, с невреомой, но это редкое явление. И ты не знаешь, что делать с этим человеком. С точки зрения физиологии, да, вот физиологически ты здоров. То есть может быть там иногда неврологи говорят, там, возможно, отмирает нервное окончание слухового нерва. Но знаете, это очень интересно. Ситуация сейчас объясню, почему. Потому что как это проверить? Вскрывать никто не вскроет. Сколько вскрывали людей с тинитусом, чтобы проверить, отмерло ли там это нервное окончание. Ну тоже никто этого не делает. А есть проблема, которая ему мешает. И в принципе ты начинаешь изгаляться. Ты ему говоришь, ну понятно, там фраза такая дворовая, да, забей, не обращая внимания, она не работает. Ты ему показываешь, насколько вот действительно это может быть в его голове и контролируемая им. То есть может ли он усилить этот звук? Раз может усилить, значит может уменьшить. Опять-таки работаем с ухом. Второй момент. А можешь ли ты его ассоциировать с чем-то другим? Например, самое удачное это трение цикад. Вы же не можете заткнуть цикаду. Нет, не могу. Ну вот считайте, что у вас вечно цикады, вечно юг. Да, то есть ну вот ассоциации идут. Но суть в чем? Суть в том, что еще раз говорю, у нас нарушения могут быть как первичные в эмоциональной сфере, то есть ну изначально какой-то стресс, и именно там в мозгах созревает какая-то мысль. И как последствия чего-то связанного с органом, потому что каждый орган с этим взаимосвязывается с нервной системой. Но, еще раз повторяю, интерпретация – это особенность человека. Это не то, что там индивидуальный болевой порог какой-то, у кого-то выше, ниже. А сама интерпретация – это, знаете, наш жизненный опыт, наш страх, наше тревожное состояние, которое испытываем. И это очень часто бывает, когда человек приходит и говорит, вы знаете, вот мне там делали исследование, и у меня показало вот то-то-то-то-то, и теперь я буду как вот мой товарищ или как мой родственник так же страдать? Нет. Почему? Ну вот у меня анатомически все то же самое. Там вот такие же нарушения, такие же изменения, то есть так же будет давить на нерв, или так же воспалена слизистая, я не знаю. Нет. Нет, потому что он пропускает через свою призму нервной системы вот эти ощущения, а вы пропускаете через свое. То, что вы ничего не почувствуете, ну, маловероятно, потому что органика есть в органе, есть какие-то изменения, в любом случае там будет какой-то боль, там, я не знаю, онемение, покалывание, но как вы будете это воспринимать? Вау, как катастрофа? Или, а, ничего страшного? В принципе, подлечимся, идем дальше, это уже ваша задача, и вы будете этому учить. Просто у меня даже вот есть одна знакомая, она очень сильно все гиперболизирует. Как правило, страх ты приходит, в какое время суток? Ночью, конечно, ночью все. Ночь мы любим только в юношеском возрасте, а дальше это все, это страх. Так вот, и вот она может ночью, да, позвонить, говорит, все, я умираю. Что сегодня? У меня язва открылась, у меня дико болит живот, я не могу, все, это адская боль, я корчусь, ничего не помогает. Я знаю, что у этого человека, да, есть нарушение, скорее всего, там, слизистая, слегка розоватая, никакой язвы нет. Но ее мозг, да, он получил сигнал, и вот он расширил его. Недавно звонила с мыслью о том, что она умирает от заражения крови, на мой вопрос, почему? Потому что у нее откололся кусочек зуба. Говорит, я чувствую, у меня идет заражение, меня пульсирует, у меня поднимается температура. Говорит, да, у тебя действительно зуб откололся, действительно, там, зуб, кусочек давил на десну. Я говорю, но, чтобы вот зуб откололся и было заражение крови, и ты умерла к утру, должна быть цепочка, скажем так, более длинная, нежели несколько часов, да, которые ты тут описываешь, и температура так резко не поднимается от этого. Психогенно, да, но от этого она так резко не поднимется. В итоге, там, где-то пару часов, то мне говорило о том, что она чувствует, как у нее все разлагается, как все это воспаляется, и что все, она умрет, а я бесчувственная скотина, которая не хочет помочь, и говорит, что давай завтра обсудим, если выживешь, то созвонимся. Конечно, к утру все выжили, все созвонились, пошла к стоматологу, достали ей этот кусочек зуба, помазали, господи, метрогилом, и все это прошло. То есть вот интерпретация. А есть другой вариант, как бойцы, да, там им отрубили руку, а они хвастаются медсестре, как у них отрублена рука. Но при этом не разрешат сделать укол в попу. Теряют сознание, потому что больно, да. То есть вот эти моменты, они такие психологические, и вы их будете прорабатывать. То есть да, вы приходите к нам с проблемой, да, я вижу, что у вас есть нарушения, да, я вам искренне сочувствую, но давайте мы поработаем с тем, что как вы будете их интерпретировать. Все. Короче, работаем с кем? Со всеми. Неважно, сразу в голове проблемы или в органе проблемы, все это решаемо. В идеале, скорее всего. Да. Да, микрофон, микрофон. Тут там люди будут обижаться, думают, что я разговариваю сам с собой. Что вызовет сомнения в моей адекватности. Правильно ли я поняла, что шум в ушах как раз таки это больше, ну, невроз, так скажем, нежели какой-то экстология? Нет, есть. На самом деле есть причины, они крайне редки, когда это опухоль. Есть причины, связанные с нарушением кровотока. Как правило, как раз таки начинают кровоток, лечить ничего не помогает. Но действительно, в большинстве случаев оттоневрологи, есть такие специалисты, которые этим занимаются, они в конечном счете направляют к психологам, психотерапевтам. Есть диагноз, который называется нейросенсорная тугоухость. Вот если он подтверждается, то тогда считают, что это уже имеет какую-то органическую подоплеку. Но у большинства людей, еще раз, слух, как правило, отличный, но шум в ушах присутствует. При этом все остальное идеально. То есть как раз мы говорим о том, что да, возможно, там есть что-то, что мы не могли найти, и тогда уже и потенциалы действия мозга у психологов там, точнее у физиологов начинает изучаться, отправляет их в эти лаборатории, и там ничего не находят. И тогда мы говорим, что с высокой долей вряд ли, что это психогенного характера. И по факту ваша задача, вот мы не знаем, почему это возникло. Иногда причина не ясна, и порой даже уже и бог с ней. Но это есть, и с этим можно работать. И вы уже там применяете методики для работы. Более того, да даже если есть и органическая причина, вот нейросенсорная тугоухость, вы ничего с ней не сделаете, по факту. Есть там методики быстрого экстренного лечения при помощи гормональной терапии в ближайшие несколько дней, когда наступает острая нейросенсорная тугоухость. Но у нас оказывается протокол лечения таким способом, что ты пока запишешься к отоневрологу, у тебя месяц пройдет, и то есть это уже процесс необратим. Плюс у нас не очень любят гормоны, у нас очень боятся гормоны. Я не знаю, почему, не то, что там их надо направо и налево, но гормоны – это иногда действительно необходимые препараты, правда, под жестким контролем, и в итоге теряется время. И люди, они остаются с этим диагнозом, и им нужно приучаться с этим жить. То есть вот вы ничего не делаете, ничего не сделаете с этим, но вы можете хотя бы контролировать шум и реакцию на этот шум. Потому что дальше это будет, конечно, ухудшаться. Чем больше ухудшается слуг с возрастом, он ухудшается, как вы знаете, тем громче будет становиться этот звук. И чем раньше клиент будет учиться управлять этим как-то, тем, собственно говоря, ему будет становиться легче. Понятно, что откаты будут в эмоциональной сфере. Мы до этого сегодня как раз-таки дойдем. Это физиологический момент акциональных шипиков так называемых. Но, тем не менее, уже какая-то линия того, как этот шум уменьшать, у него будет выстраиваться. Так что, к сожалению, да. Еще вопрос? У меня вопрос про нейроны и алкоголь. Вот есть мнение, что они погибают от этого. Но если алкоголь – это часть внутренней среды, то значит, в принципе… В небольшом количестве. Понимаете, мозг, он одурманивается алкоголем из-за того, что это часть внутренней среды, а в том, что это, в принципе, не совсем чужеродное вещество. Но это не значит, что оно суперполезное. То есть погибать-то погибает. Но тут, как сказать, понимаете… Вот какая техника безопасности? Техника безопасности… Безопасная доза, да? Да. Ее нет. Ее нет. В принципе, безопасной дозы нормы алкоголя ее не существует, к сожалению. Поэтому каждый реагирует на самом деле по-своему. И здесь, если хотите, вы можете выбирать свою норму. Некоторые специалисты вообще говорят, что, в принципе, алкоголь употреблять не стоит, поскольку он является искусственным способом доставления удовольствия. Ну, конечно, не обязательно так радикально мыслить, чтобы от всего отказаться и вести праведный образ жизни. Как мы выяснили, даже это не гарантирует нам счастливого конца, потому что все относительно, да, и далеко не справедливо. Но, тем не менее, безопасной дозы не существует. То есть кто-то может и от бокала вина там, собственно говоря, ухрюкаться в салатике и потом зависимость приобрести, а кто-то может спокойно пить годами, веселиться, быть в строю, а потом спокойно завязать еще. Конечно, это крайне редкий вариант, и на него бы я не стал рассчитывать. А то, что клетки отмирают, да, отказывают, на самом деле, в первую очередь, запомните, у нас с вами что? Не прятаться с алкоголем какая? В первую очередь у нас страдает кора, неокортекс. Структура, как мы выяснили, самая поздняя, самая сложная, самая нежная. Поэтому, конечно, деформируется личность. С алкоголем бывают еще моменты, могут происходить изменения, которые будут так или иначе влиять на более глубинную структуру головного мозга. В частности, при сильном алкогольном опьянении, как вы знаете, человек может столкнуться с синдромом сонного апноэ, абструктивного. То есть, задыхается. То есть, так не храпит, а вот когда пьяный, он храпит и может задыхаться. Это будет приводить к тому, что в конечном счете будет развиваться артериальная гипертензия, гипоксия головного мозга и так далее и тому подобное. То есть, такая цепочка. Неблагоприятно, но мы еще будем говорить о абструктивном апноэ. Так что, это тоже, собственно говоря, после инсультного состояния либо тревожного состояния наступает оно. Следовательно, в общем, если вы пьете и не теряете себя как человека и не задыхаетесь по ночам, окей. Но если вы понимаете, что ваша линия поведения как-то искажается и без алкоголя вы не можете справиться и задыхаетесь по ночам, храпите, то лучше стоит задуматься. Как правило, когда вы уже в такой стадии, вы уже не задумываетесь. Вот такой подводный камень. А чего расстраиваться? Именно поэтому мы живем в социуме. Да. Поэтому главное подобрать грамотный социум, который в случае чего вас ткнет. Давай-ка, иди подлечись. Но, как правило, к сожалению, когда вы находитесь вот уже на той стадии, у вас социум совершенно другой. Давай еще выпьем и забудем про то, что происходит. Ну, понимаете, каждый ищет удовольствие как может. Они так. Как я говорю, у алкоголиков есть несколько плюсов у дофаминовых. Они всегда довольны. Это первый момент. Второй момент. Алкоголь, он же перераспределяет жидкость в организме и это омолаживает. Поэтому алкоголики, они всегда загадочного возраста. Второй плюс. Ну, еще какие вопросы? Нет. Органы, они объединяются в системы. Система органов – это органы, которые имеют общее происхождение и, собственно говоря, начинают выполнять какую-то глобальную совместную функцию. Это, пожалуйста, тут вот есть система кровообращения. Вот она. Влекательная система, пищеварительная, выделительная, нервная, мышечная и так далее и тому подобное. Мы по этим системам, естественно, пройдемся с вами, потому что вам необходимо знать, как устроены эти системы, как они работают, какие нарушения в общих чертах. Дальше там врачи, они будут вам рассказывать более детально и какие-то методики лечения, может быть, более детально. Но системы, они могут объединяться в так называемые аппараты органов. Что такое аппарат органов? Это совокупность систем, которые имеют разное происхождение, но в один момент начинают выполнять важную функцию, задачу, которую мы ставим перед ними. Например, мы говорили о витальных задачах пищеварения. Нам хочется принять пищу. И что мы будем делать? Мы будем активировать пищеварительный аппарат. То есть, в первую очередь, задача включает в себя аппарат органов, который ее должен выполнять. Если пищеварение, то пищеварительный аппарат. Если мы хотим с вами осуществить процесс мочевыделения, задачи перед организацией, то в качестве рабочего аппарата будет выступать какой? Мочевыделительный. Но если про пищеварительную систему, что включает в себя пищеварительный аппарат? Желудочно-кишечный тракт, то есть пищеварительная система. А еще что? Челюсть. А это уже что? Это кость. Жевательные мышцы. Это скелетная мускулатура. Мускулатура. Следовательно, это уже получается пищеварительная система, костная система, мышечная система. Если мы с вами говорим о мочевыделительном акте, то там будет мочевыделительный аппарат. А здесь что? Мочевыделительная система, скелетная мускулатура. Ну-ка, вспоминайте, как вы писаете. Сидя. Кто-то сидя, кто-то стоя. И по сути, вот что нам нужно сделать, чтобы сесть или встать и пописать? Мышцы, конечно, там надо снять штаны, присесть, то есть работают тазобедренного сустава, коленного, голеностопного, то есть опять-таки кости, мышцы, мышечная система. Если мы говорим про мужчину, то что, ну, хотя бы ноги развести, потому что, ну, как бы вот так или вот так вот неудобно, да, как минимум. Хорошо. То есть, видите, в зависимости от того, какая ставится перед организмом задача, у нас меняется блок, непосредственно выполняющий задачу. А теперь давайте с вами подумаем. Нужно ли нам контролировать прием пищи? Регулировать? Ну, конечно, нужно, потому что, во-первых, да, нам пришла мысль в голову, не мешала бы поесть. Хорошо. Где я найду еду? Как я ее приготовлю? Как вы будете есть? То есть, по сути, вам нужно координировать, как вы доносите ложку до рта. Согласны? За это что отвечает? За регуляцию? Регулирующий аппарат. Мы говорим о аппарате. Регулирующий аппарат, то есть аппарат, который управляет задачей. А здесь уже, да, нервная и эндокринная системы включаются туда. Чтобы пописать, нам нужно регулировать задачу? Ну, конечно, это координация мышц, потом прицел, опять-таки, да, как вы понимаете, тут много факторов играет. А если в общественном месте, так еще ты должен слушать, никто ли там не входит, не пытается ворваться в твою несчастную кабинку, где, как правило, оторван крючок. Да? То есть, опять-таки, поддерживай, да, ногой там, рукой там, чем достанешь, что называется. И здесь, получается, тоже должен быть регулирующий аппарат. Какие системы здесь будут регулировать? Нервная и эндокринная. Нервная и эндокринная. Все остальные системы, которые не будут выполнять задачу или не будут ее регулировать, они будут входить в вспомогательный аппарат. Но что интересно, получается, что неважно, какую задачу мы решаем, у нас есть три аппарата. И лишь в одном аппарате набор систем всегда одинаковый, вне зависимости от того, какую задачу вы выполняете. И это, какой аппарат? Регуляторный. То есть абсолютно все процессы мы должны с вами регулировать. И регулируют у нас с вами две основные системы регулятора. Это нервная и эндокринная. И именно с них мы начнем процесс изучения нашего организма, потому что они основные регуляторы. То есть если мы справимся с ними, то остальное уже, ну, нормально, все хорошо будет. Потому что регулятор не сломался. Вопросы на этом этапе есть? Нервная и эндокринная система. Нервная и эндокринная система. Так, есть вопросы в чате. Так, Питкина Наталья синдром сухого глаза может носить невротический характер? По сути, может. Не обязательно, но может. Особенность невроза, понимаете, в том, что он может маскироваться вообще под что угодно. Вот в этом и есть особенность специалиста, который определит, это маскировка или это действительно заболевание. Вот это психика, понимаете, психика, она настолько изобретательна, что вы должны, так сказать, быть чуть-чуть хитрее, чем психика вашего клиента для того, чтобы понять, где она его обманывает. И второй вопрос от Ксении про допустимый доза алкоголя. А как же допустимые две дринки в сутки, которые пересчитываются в зависимости от крепости? Нет. Мы с вами как раз таки, Ксения, я понимаю, что хочется услышать ответ, но нет. Дело все в том, что у нас есть, как мы говорили, генетический фактор, есть фактор, связанный с медиаторной системой, с чувствительностью рецепторов опять-таки к спирту, к алкоголю и к ацетальдегиду. Опять-таки рецепторный аппарат, вспоминаем. Поэтому безопасной дозы на самом деле нет. Да, там рекомендуют некоторые специалисты, но, понимаете, дело все в том, что я говорю с точки зрения физиологии. Там с точки зрения наркологии, может быть, они вам скажут что-то другое, но наркологи на то и наркологи, потому что их работа зависит от того, сколько людей сопьется. С точки зрения физиологии, сколько людей останется здоровыми. И вот с точки зрения физиологии, еще раз говорю, здесь безопасной дозы не существует. Есть, да, дозы, которые вы можете нормально существовать, и она не ухудшит ваше состояние, то есть не собьет вас с пути, не нарушит. И здесь она каждого своя, то есть еще раз говорю, кто-то, да, бокал вина может выпить спокойно. И при этом это не скажется как-то на его обмене веществ, работе нервной системы. А кто-то, собственно говоря, бутылку водки может жахнуть сзади, не то же особо, никак на него не повлияет. Но это не значит, что для всех эта доза безопасна. Она просто, скажем так, условно допустимая концентрация. Знаете, как условно допустимая концентрация ртути в рыбе или там условно допустимая концентрация серы в воздухе, когда идет выброс. Это не значит, что это полезно, вы должны этим дышать, но это допустимо. То есть жить вы будете, ну, как бы лучше, конечно, без этого, но если без этого никак, то чуть-чуть, две дринки хотите пить. У меня есть вопрос. Я слышала однажды лектора одного женщину, не помню ее фамилию, она говорила про коррекцию пищевого поведения. И она выдвигала теорию, что у каждого человека при рождении существует контроль, что мы способны контролировать количество поглощаемой пищи. Она аргументировала это тем, что животные никогда не переедают, они всегда знают, сколько им нужно съесть, чтобы не умереть от обезвоживания и не растолстеть, грубо говоря. И она говорила, что наша способность контролировать объем пищи, она пропадает, она заглушается социумом. Когда нам говорят в детском саду за маму, за папу, не оставляя еду на тарелке, то есть когда детей насильно заставляют доедать, переедать, и с возрастом человек теряет эту способность. Что вы скажете по этому поводу? Была ли она права? И как вообще? Мне интересно. По поводу того, что животные не переедают, скажите это двум моим кастрированным котам, которые от миски не отходят постоянно. Но механизм на самом деле действительно есть. У нас есть физиологический механизм, он завязан на работе гипоталамуса, там есть чувство насыщения, чувство голода, которые четко должны реагировать на вот эти посылы, причем там есть чувство первичного голода, чувство вторичного голода, или так называемый ложный голод, истинный голод. Это будет завязано на механорецепторах растяжения желудка, то есть это действительно есть. Второй момент завязан на гуморальной регуляции, это лептин, грелин, те гормоны, которые будут так или иначе в том числе участвовать в вашем пищевом поведении. По поводу того, как социум может сломать это поведение, может, мы сегодня с вами затронем эту тему, которая называется социальный стресс, то, что придумано человеком, и то, что, собственно говоря, породило вашу специальность, потому что у животных социального стресса нет, кроме тех отдельно счастливых животных, которые стали нашими домашними животными. Вот у них эта проблема есть. И как раз таки вот этот вот сбой, например, артериальная гипертензия, она характерна только для человека и для домашних животных, проживающих с ним. Все для других не характерно, потому что это социальный стресс. Да, к сожалению, социум навязывает очень многое, он навязывает очень много стереотипов, и в результате этого мы опять-таки с вами получаем проблемы, связанные с нарушением пищевого поведения, потому что, если вы растягиваете желудок, то механорецепторы, они начинают реагировать по-другому. Если вы изменяете гормональный фон в конечном счете, вот как и кастрированы, почему они объедаются? Потому что гормональный фон их нарушен. И, соответственно, да, само собой, гуморальная регуляция нарушена, таким образом, естественно, вы тоже начинаете переедать. И вот этот момент, он прослеживается в нарушении на самом деле везде. обратите внимание, это, знаете, вы коснулись пищевого поведения, а давайте так, эмоциональная сфера мужчин. Мужчина должен быть эмоциональным. Да как хочет. Хочет может, хочет не может. Мужчина должен плакать. Да как хочет. Хочет плачет, хочет не плачет. Я с этим очень часто сталкиваюсь. У меня двое детей, и, понятно, каждый из них претерпевает свои стадии развития в свое время. И начинается вот это, вот, типа, мальчик, ты не должен плакать. А я стою, меня это очень тико бесит. Я очень спокойный человек в аудитории. А так я, скажем так, не очень терпимо отношусь к каким-то парадигмам, выходящим за рамки моей картины мира. И меня всегда тико возмущает. Я говорю, а почему? Ну, типа, он мужчина. Я говорю, ну, во-первых, это не мужчина. Во-первых, это мальчик. Это ребенок, который созревает, который должен испытать эмоции, научиться испытывать. Я говорю, во-вторых, даже когда он будет мужчина, почему он не должен проявлять эмоции? Или почему женщина не может быть руководителем? Да, вот если у нее есть такое желание, что она обязана обязательно там рожать, я не знаю, да? Ну, не хочет человек этого. Почему-то есть такая парадигма. А ведь это же угнетает. Если вы посмотрите, у нас многие люди вырастают там в 30-35 лет и не знают, что такое эмоция. Я не знаю, какую я эмоцию испытываю. Но это проблема на самом деле. Чего? Пограничники. Да и бог с ними. Пусть они, конечно, так живут, они сами себя загоняют. Но просто это как раз-таки пример социума, что мы создаем какие-то рамки, которые действительно угнетают. А вот это бисексуализм. Тоже отдельная история в психотерапии и психологии. Понятие самоопределения. Кем ты являешься. С одной стороны, вроде один социум тебе твердит, что это плохо, гомосексуальные контакты. С другой стороны, сейчас очень много информации, что это типа круто, как хорошо. И обратите внимание, когда эти пики происходят, контактов. 18-20 лет. А почему? А если мы коснемся физиологии, психофизиологии, то все это объяснимо. Дело в том, что в этом возрасте очень развит так называемый социальный бисексуализм. То есть тебе хочется общаться со своим полом. Ничего страшного, в этом нет. Именно общения. Но иногда действительно может планку сбить, как у любого компаса. Но если у тебя ее там сбивает периодически, один раз там тебя сбило, стоит ли на этом закапываться и вообще там уничижать этого человека? Нет. Каждый имеет право на ошибки. Вот он получил такой опыт, ну, произошло. Ну, не стоит анализировать это. Вот так, ну, было и было. То есть, опять-таки, это психофизиологический момент, когда грани, вот именно они слегка размыты у детей в этом возрасте. Почему дети? Потому что кара еще не созрела. Другой вопрос, когда вот сбилось и понравилось, тогда вот ты уже там решаешь вопрос самоопределения. Можешь ты это признать? Окей, не может. Тогда разбираешься с специалистом, который тебе помогает это сделать. Но еще раз, социум он очень много чего навязывает и из-за этого получается как раз-таки много нарушений. То есть, грубо говоря, если я с другом пойду в баню или останусь у подружки переночевать, то меня посчитают какой-то не такой или каким-то не таким. Хотя, блин, я просто иду в баню или я просто иду ночевать. Если я не хочу есть, потому что я не хочу есть, меня посчитают, что я обидел бабушку, не доел силушку и оставил злость на тарелке. Хотя, на самом деле, с точки зрения возрастной физиологии, у нас есть этапы роста и развития. И они гетероохронные. И есть периоды, когда ребенок ест много и ему действительно хочется. Есть периоды, когда ребенок ест мало и ему действительно не хочется и не нужно. И я, например, руководствую с принципом поел – хорошо, не поел – ну, твои проблемы. Ужин тогда-то, обед тогда-то. Если захочешь, то ты сейчас съешь, понимаешь, что такой интервал времени. Если не захочешь, значит, тебе не надо. У тебя другая стадия, у тебя стадия, которая требует меньше затрат энергии. Зачем насиловать? Тут вопрос, зачем столько наготавливать? Стандартный момент. Новогодние праздники. Вначале наготовились и потом обиделись. Но эта проблема должна быть не того, кто ест, а, наверное, того, кто готовит. Зачем ты это делаешь? Это опять-таки к вам, к психологам вопрос, с ними надо работать. Иногда мы лечим не тех, кого надо лечить, как говорится, да? Так что, да, к сожалению, социум может сбить очень здорово наши компасы. А вы потом сидите и восстанавливаете их. Еще вопросы? Нет. Перерыв уже, да? Да, тогда вот перерыв. Раз устали. До встречи.